На этот вопрос понять, чем твой контент может быть интересен, чем ты отличаешься от остальных, понять фишку, что называется, начать, собственно, стримить именно в таком направлении, а новые люди, искать их желательно, ну, можно, конечно, на ГГ поискать, у нас конкуренции бешеные, поэтому желательно понять, где твои зрители, кто они, твои зрители, где они обитают, все эти вопросы, если задуматься, какие игры, какой жанр, как их можно привлечь, может быть, через социальные сети. Путем встраивания у плеера, может быть, на каких-то форумах, может, еще где-то. В общем, у нас запись пошла, я тут не в тему говорю, 12-я часть тира, не максимальный уровень сложности, один сейв, великолепная тима, повелитель огня, фуга, замечательный танк, поющий сирен с двумя композициями и атли, специалист по нечисти всякой. Сейчас мы находимся... Ёшки-матрешки, да, мы сейчас находимся... А вот брешь между мирами, это что? Несломленные ищут в старых стенах могилы клинков могущный артефакт, инсигнию непоколебимостью. В этом предмете заключена большая сила, его стоит поискать. Это, собственно, первая из основных задач. Иероним сказал, что предмет, который нам нужен, чтобы попасть в старые стены, можно найти на теле солдата опальных, погибшего в бою к юго-востоку от бреши. То есть мы стремимся... Это брешь, собственно, брешь в старых стенах. И где-то вот здесь он должен находиться, может быть. А может, кстати, вот тут вот. И следующее, скованный мечом. Это глобальное задание в этих локациях. Вы узнали, что Мэтиас, глава Несломленных, ушел в перепутье Зверолова. У него есть нужные сведения о бесстрашном реликвии, за которую вас отправил Бленден Марк. Отправитесь на перепутье Зверолова, чтобы найти Мэтиаса. Вот, чатику отдельный привет. Ютубу привет всем, кто смотрит. Здравствуйте. И впереди мы видим очередных... О, три огонька, маленьких огонька. Ой, нет, там сложнее, там бичеватель уже есть. Сейчас тогда поставим правильным образом пацанов и поехали вперед. Здравствуйте. Так, сразу же накинем на него щит. Я хотел бы поэкспериментировать с... А, на конус я не поставил. А, могильный удар это обилка. И на заклинание поставил призрачная стрела, соответственно, и вот могильная хватка. И еще третий же был конусовобразный, да, вот. Свет Терратуса до 50 урона в зависимости от потерянного здоровья. Надо будет поэкспериментировать с этой обилкой. Так, ты стреляй. Все готовы, все работают, все молодцы. Бичеватель рядышком. Так, тут самое главное, это не огнем мочить. То есть, возьму грозу, сразу же, пожалуй, вот так. И, наверное, возьму... А давай пока могильную хватку посмотрим, как это работает. Какой там урон, вот мне и любопытно. 99, братсок. Класс. 7? Урон 7? What? А, он был фуловый, поэтому дополнительный урон какой он же там не наносится, в принципе, правильно? И... молнии пошли. Вот сейчас вот как раз должны работать. Эти темы, хотя я не вижу, не вижу. На молнии-то я поставил вообще эту обилку-то новую, клевую. Там речь о том, что появился новый сигил. Нет, кажется, на грозу я не поставил. По какой причине я на грозу-то не поставил? Новый сигил, который прям не поставил. А, прицельный дождь там стоит. Вот ты, ну, бас, надо вот этого будет поставить. Грозу поменяем. А вот шаровую поставил, хорошо. Поехал, а шароваем. Ты давай... У тебя как есть? Тоже нет, да? Ну ладно, призрачная стрелой тогда вы сможете. Вот, это уже похоже на правду. Смотрите, 45-52. Это, кажется, оно... Хотя нет, это гроза попала опять. Я еще не выстрелил. Должен добиться, получается. Да, 94 я увидел там. Да, 94. Вот обычная призрачная стрела с этим сигилом в комбинацию такую замечательную по урону дает, потому что чем у цели меньше здоровья, тем больше урона попадает. Единственное, что почему-то, почему-то мне не показывает расклад пока что по... По урону. По урону. А, вот. Вот, 94 урона чистым и вытягивание еще здоровья. То есть, реально очень хорошо работает вот это в связке. Я попытаюсь во все молнии, во весь могильный свет поставить этот сигил. Тем более, могильный свет – штука универсальная, которая работает, в общем-то... Ну, у этих товарищей, по крайней мере, резистов нормальных к этому нет. Вот. И то же самое можно... Можно бобром пострелять. Тоже поставил я тут заклинание одно. Причем сплэшем же он еще рубит. А в какие молнии я еще поставил? Вот, электрошок. С этого я и начал, в общем-то, с электрошоком. Сейчас посмотрим, что он превратит. Ну, опять же, видим неплохой урон. 20 урона чистого, видимо, потому что у цели довольно здоровые. Но, тем не менее, неплохо. Так, призрачной стрелой давай подбиваем. Ты можешь вот так вот сделать. Там пугается танк, но свою роль выполняет. Вот опять был нанесен урон. Но почему-то, блин, я не вижу доп... А-а-а! Он только по одной цели на сплэш не работает. Вот, смотрите, урон чистый. Тут 105. Притягивание здоровья – 41. Интересно, на АОЕ грозу будет работать? Есть подозрение, что нет. Вот в чем дело. Есть подозрение, что не будет работать. Тогда плохо, конечно. Танк пробует лечиться. Ну, у нее, кстати, работает еще регенерация. Каждый 6 секунд. По 5%. Довольно быстро с погиблими. Сражаемся. Включение прошло. Взорвемся тут. И два огонька можно обычными выстрелами бить. Они слабенькие, весьма. Все в ручном режиме, поэтому... Эй, никто не видел этого, да? Хм! Давай так. Так. Все равно лучше... Лучше подконтроливать. Учитывая... Учитывая то, что... Если просто с руки бить, урон совсем не тот. Выходит. Готово. Итак, где-то здесь у нас должен находиться... Труп, не труп. Ну, вижу, много трупов лежит. Опа! Щит несломленных. Выдающееся качество. Но без каких-либо обилок. Я вижу, что он чуть-чуть хуже текущего. Плюс нет... Нет обилки. Бдительность. Танку не заменить, к сожалению, этот щит. Осматриваемся здесь на предмет. Вот, пожалуйста. Схрон. Хитроумный. 63. Опа! Сигил передача силы. Выражение. Я уже знаю такой сигил, правда. Сломанный баклер. Берем, берем, берем. Ну, сигил я тоже беру, потому что его загнать можно наверняка. Так, и я хотел поставить грозу, да? Я хотел взять грозу и поставить... Вот так вот. Вот. 145. Ну и жду, конечно, левелапа, потому что там... Каждый левелап, дающий там буквально 3-5 знаний, позволяет обновить сигил. Привет, другой. Привет, привет. Добро пожаловать. Так, лутаем трупы. Это уже конец карты. Доспех. Просто доспех несломленных... А, вот он, кажись. Да, светоключ Гарн. Этот прозрачный с алым оттенком камень идеально ложится вам в руку. Слушайте, этот светоключ может подойти, например, к руинам во втором шпиле. Помните, там у нас было пара мест, которые не открывались? Возможно, возможно. С этим светоключом. Потому что те, которые у меня были, они не подходили. Они не открывали пары закрытых комнат. В принципе, можно даже метнуться сейчас, учитывая то, что я получил левел кем-то. Метнуться сейчас в шпиль. Ну, я в этой локации нахожусь, что могу с нее довольно быстро уйти. Да, давайте попробуем, пропутешествуем в шпиль. В... Господи, как это называется уже? Little Girl Dwarf. Любит он такие... Такой жанр игр. Меллорсы смотрела. В шпиль заката. В частности, в распутье Литианы. И сначала я, наверное, в распутье пойду. Да? Да. Ну, потому что, если я открою комнаты, там могут быть ловушки, могут быть какие-то враги. Я могу уровень повысить перед тем, как идти в шпиль и накидывать, соответственно, знания. Или там какие-то навыки, не знаю. Полезные. Хотя, может быть, стоило сделать сначала так, потом так. Потому что есть вероятность, что я на текущем ловле какие-то характеристики не повысил. Ну, бас. Ладно, там только танк вроде приближается к новому уровню и получит его в ближайшее время. И, кстати, получив его, я открою еще две ячейки заклинаний. Что очень важно и для Повелителя Огня, и для Атли. Так, безмолвный архив. Исследование артефактов готово. Хорошо. Тут еще фуга близка к тринадцатому левелу. Да, в распутье Литяны все хорошо. Большинство квестов мы здесь выполнили. И расследовали, и зачищали, и искали, и возвращали, спасали. И поэтому уже как дом родной. Тут отношения ко мне хорошие. Приятно. Торговцев много. Что тоже безусловный плюс. И надо привалы еще не забыть взять. Так, а здесь через шоккад идем наверх. Точнее, вниз получается. Это вниз или наверх? Кажется, это выше, типа. Посмотрим. Ой. Да. Так, меня интересует. Во-первых, вот эта вот комната, которая не открывалась. Без ключа. Я не уверен, что именно этот ключ подойдет, но... А точно не могу нажать еще раз. Надо попробовать. Ключи-то появляются. У них всего пять. Они появляются довольно редко. Другой поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. О, есть можно. Получил сотен. Все честно. Привет пацанам в чатике и девушкам. Девушки. Если такие есть, хорошего стрима. Девушки точно есть. Подходит. Подходит, подходит. Подходит, но, блин, я ничего не получаю в результате. Дверь-то не открылась. Тут должна кнопка активно быть. Она не активна. Но хорошая новость в том, что да, светоключ подходит. Ну, это очень странно. Крайне странно. Может, теперь ту штуку можно нажать? Давай везде эти светоключи подставляем. Крайне странно. Нет, кнопка должна была активироваться. Она не активировалась. Это провал. Какая попытка? Третья попытка. Нельзя. Не подойти. Все. А, майк не реагирует на светоключ. Найденный в этих... Возможно, он ответит на светоключи с другого места. Ладно, это одно из двух мест. Красный ты у тебя был? Да, красный у меня был уже точно. Четыре... Четыре светоключа, которые мне предлагают использовать здесь, они у меня уже были в этой локации. Беда. Мне казалось, что я не мог, в принципе, поставить светоключ в то место. Не мог просто. Ладно. Ну и как вот в этот, например. Если бы я мог поставить красный, я бы поставил туда его еще раньше. Вот еще одна закрытая комната. Непоставленный светоключ. И можно поставить гарн. Но опять же, ничего не меняется. Дверь не открывается. Кнопки не появляются. Это, конечно, печаль. Печаль беда. Так, тут можно на халявку взять привал, который в прошлый раз не взял. Ладно. У тебя опять не слушают басов. Пять-то пять, но этот не работает. Видимо, нужен другой светоключ. Ну, в общем, по мере появления светоключей в другой локации, будем их примерять и здесь. Помни о том, что есть две комнаты, которые на тот момент, когда мы их встретили, мы их просто не могли никак без ключей активировать. А сейчас получается... То есть там должен быть лут. По идее, выше левелом, значительно выше левелом, чем... Чем на... На какой уровень эта локация. Так, я просто поднимаюсь. Ой, нет. Не в тот шпиль я пошел. Хотя тут тоже можно собрать. Между шпилями ты перемещаешься довольно быстро. Что пришел там, зелье там собрал. Может, тут все-таки фугу можно будет потренировать. Сейчас проверим. Вот. Что появилось? Пожалуйста, 14 привалов. Огромное количество провизий. Привалы. И посмотрим, кого я могу... Здесь, кажется, уклонение как раз мне нужно. Да, уклонение. Фуги. И оно может уровень повысить, кстати. Но я не буду докачивать ее до уровня. Потому что, если я докачаю ее до уровня, то... То она не сможет использовать... А парирование доведет или не доведет? Не доведет. Я тогда в следующий раз не смогу прокачаться. Так, а здесь, наверное, лучше парирование. Раз, два, три. Кажется, можно еще разок. Да. Тоже не стоит докачивать до фул. Да и так она не докачается. Е-е-е. Скиллуха. А так докачается. Удачно зашел. То есть, все, два уже смотрят в 15-13 левел. Можно поспать, получить бонус... Пу-пу-пу-пу-пу. Следи за языком. Мне хорошо. Мне как раз Алый Хор. Покажи, чем торгуешь. Можно поскидывать. Ё-моё. Как мне много всего. А зачем мне деньги сейчас? Вот реально... Продавать? Давай все, что не уникальное, продавай. Зачем оно тебе нужно? Уже есть серьезный выбор по тому, какие предметы использовать, какие нет. Нужно хороший... Локи7 поддержал ваш канал на сумму 35 рублей и сообщает. Тут жалуются, что донат не проходит. Это... Я просто проверяю. Ясно, спасибо. Изи 35 рублей. Так, латные перчатки. Бронзовые доспехи. Уже он на 5 серебряных, железных точнее, колец напродавали. С ума сойти. Еще же драгоценные камни всякие. Всегилы, которые я знаю, тоже же можно продавать. Правда, они довольно-таки простые. Все. Огромное количество денег. Огромное количество денег. Отдыхаем. Получим баф ко всем характеристикам на пятерочку, кажется. И посмотрим, кто может меня тут еще потренировать. Тут, кажется, по знаниям только. Ой, в смысле, тут нет знаний как раз. Но можно бобра потренировать, потому что он по знаниям максимум уже. А вот уклонение то же самое. Ему как ранжевику было бы полезным. А вот Атли должна тренироваться, точнее изучать знания во втором шпиле у другого мастера. Пока у нее не будет капа до 75. Потому что она довольно серьезно отстает от Повелителя Огня по знаниям. У нее порядка там 105, у него 150. А учитывая, какие клевые появляются сейчас сигилы и требовательные, соответственно, по знаниям. Так. Так. Кажется, у Фалии мы тренировались в прошлый раз. Я вот не знаю их по именам. Нет. А, да. Вот. Узнание. Раз, два, три, четыре, пять. Еще два раза и будет кап. Бобер никак. Никак потренироваться не может. Что для меня изготовил. Позволь показать. Ну, собираем свитки, всякую лабуду. Вы можете создать весы милосердия, у вас есть доступ к кузне шпиле и нужным материалам. Давайте посмотрим. Это исследование, не изготовление. А как я могу... Как я могу изготовить? Тут только люди, насколько я вижу. Можно только нанять, уволить. И все. Знание, что 163. Хорошо. Ладно, побежали дальше, наверное. Привет, Бертин. Спасибо тебе. Располагайся. Так. Мне нужна... Опять брешь. Неплохо. Зашли, скинули ненужные вещи. Потренировались. Повысили немножко левел. Проверили в утверждении, что ключ мог открыть двери, но не удалось. Но стало понятно, что новый ключ, скорее всего, откроют какой-то. Нужно искать ключи и пробовать их подставлять. Сейчас, видимо, в брешь нужно заходить уже. Какая-то какая-то там задача. Доберитесь до главного зала старых стен, попробуйте найти артефакт. Перепутить зверолова, это параллельный квест. То есть мы сейчас идем по первому. Брешь между мирами. Помним о погибелях, помним о шлеме. Что-то я еще хотел проверить. Стоп, я же могу до первого отдыха, по крайней мере, закинуть... А, я закинул уже, да? Я могу урон увеличить. Так, вот сделаем, по крайней мере, на грозу урон апнем. Извините, Кат. Можно и на другие, просто мне придется переставлять их, скорее всего. Не забудь, пожалуйста, запись стирания, трансляции об окончании марафона, залить... Да, да я не забываю, просто они сейчас не отображаются на главной странице. Нужно заходить в раздел видео и оценивать видео, только лучше показываться на главной странице. Опачки, здравствуйте. Сразу бичеватель пара виспов и вижу, что требуется ключ. Плюс вот из этих резервуаров, там, из стен могут вырваться враги. Ладно, работаем. Левел ап сразу, при вступлении в бой, левел ап. Хорошо, танк у нас... Танк у нас молодец. Танка я как танка все-таки. Продолжаю на хп и на волю. И самое главное у нее сейчас появляется возможность взять вдохновение. Вдохновение, замечательная обилка, которая откроет, которая даст нам, во-первых, бонус к опыту, к самому, ну, к довольно большому количеству скиллов. Самое главное, что это управление могильным светом и разными этими стихиями магии. Плюс две дополнительные ячейки заклинаний. Это очень хорошая вещь, ради которой я, собственно, сюда и шел по веточке. Ты зажигай так. Ну что, бобер, наверное, с гневом сразу заходит. Ты заходишь вот так. Люди крадутся, увы. Поэтому не сразу реагируют. Так, бобер. Пробуем? Пробуем, давай, поехали. Грозу. Я понимаю, что ты не битый, и грозу лучше использовать тогда, когда... Мне хочется посмотреть, как оно... Кажется... Ну где я? То ли он был фуловый... Знаете, вообще электричество не действует. Справедливости ради, надо сказать. Зря в грозун буду вязать тогда, когда... Когда уже все. Когда уже битые есть люди. Ну сейчас можно юзнуть, кстати. В... 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 В электрошок. Электрошок. Вот так вот юзаем. Сейчас посмотрим. Вот, 72-36. 72 урона, это уже как бы... Это уже уровень. Понимаете? Это уже уровень. Вбиваем его могильным. Кстати, у бобра могильный свет очень хорошо зашел. Вероятность попадания довольно высокая. А ты... Ты забей просто стоишь. Танкуешь. Ты делай вот так вот. Можно... Хэдшотик поставить. Сейчас бобер на верхнюю призрачной стрелой добьется. С вероятностью... Да. Даже не понадобилось. Как-то он сам умер. Эээ... Кстати, хорошая новость. Это инсайд. Никто не знает. Четвертый... Третьего... Третьего или четвертого декабря, кажется. Насколько я понимаю. Будет турнир 4х4 по Варкрафту. Организует... Я не знаю кто, но кто-то из зарубежных коллег. Мы решили принять участие. В команде будет... Хэппи, Абвер, Сокол и я. Мы весело проиграем. Я хотел сказать, поиграем 4х4, поучаствуем в турнире. Предварительно все дали свое согласие. Поэтому... Игры с Соколом... А, нет. Сокол еще не написал, но... От него предварительно еще на турнире было получено согласие. Надеюсь, он сможет выделить время. Да-да-да, 10-10. Я согласен. Особенно с Хэппи, чего-то вообще... Это может быть очень-очень-очень интересно. Любое заклинание преображается благодаря этому дополнительному урону. Смотрите, сейчас шаровая полетит. Как 90 урона просто. Причем 90 урона исключительно из-за чистого урона. То есть, еще один плюс вот этого Сигила заключается в том, что он не наносит урон стихии ей. То есть, у человека 100% резисты к молниями. То есть, он не нанес никакого урона базовым заклинаниям. Но нанес максимум урона за счет только Сигил. Поэтому вставлять во все, что касается молнии, во все, что касается могильного света. И все. И магию будут просто разуплотнять. Такой вот план. Сапожки. Просто обычные сапожки. Привет, тополь. Кое призову 400 баксов, кажется, там призовой. Что я хотел? Я хотел провести быструю ревизию сплов. На предмет соответствия наличия, короче, могильного света там. И... Нет, не получится. А, может быть, даже мне отказаться от части заклинаний. Да, давайте от заклинаний огня у повелителя частично откажусь, чтобы у меня были... Потому что к огню этот Сигил не подходит. Меньше всего я использую вспышку пламени, скорее всего, и горящую ладонь. Потому что это гроза, это тоже АОЕшечка. Поэтому давайте возьмем за основу этот Сигил. Да? Добавим новое выражение. Сразу сюда так. Это свет, это в области действия. Накидываем максимум урона и делаем максимум рейнджа по возможности. И желательно АОЕ. 150, хорошо. Блин. Да, только я не так сделал. Да, свет Тератуса. Так, так, так и так. Так, 150, 160 даже можно... Нет, давай не будем назначить. На горящую ладонь раз. И заменим еще вспышку пламени. То есть выбираем Тератус. Выбираем могильную хватку. Это же не могильная хватка, это призрачная стрела. Да, могильная хватка нам нужна. Потому что это ап на урон, да? При попадании, вытягивании здоровья, да, это уже не то. Так. Так. Тут еще паралич, поэтому желательно бы еще накинуть время воздействия. И учитывая то, что он мало требует, можно накинуть вообще 15 секунд КД. С ума сойти. 40 здоровья, паралич 6 секунд. Это одно из ходовых вообще могильная хватка будет. Ой, у бобра... Просто школы меняются. Один сигил появляется, и ты понимаешь, что ты можешь повернуть тут вообще по-хитрому. Ну, все. Очень хорошо. В грозу я добавить не могу. Не хватает знаний даже с учетом того, что баф получен был. Потому что гроза дорогая штука. Тут 80. А почему в электрошоке у тебя нет? Давай ставь электрошок, алло. Все, электрошок теперь тоже с... Более того, надо в электрошок ставить не длительность, не точность, а именно вот урон. Потому что там чистый урон. Так, и убеждаемся в том, что у нее в могильном свете также присутствуют эти... Да, все. Вот теперь мне нравится. Давай еще так. Обновим. Желательно не делать привалов, потому что скинется... Опачки, что это такое? Маска искателей. Очень хорошая точность. Очень хорошее восстановление. Легкая броня. Такое же, как и... Какое у меня. Блин, неплохо. Восстановление мне радует, что не такое... Появляются враги. Надо начать... Начинать с какого-нибудь... Наверное, с огня нужно начинать. Для того, чтобы просто снимать какое-то количество... ХП. А потом уже рубить... Могильным светом. Вот, как только появляется первый какой-то урон... Офигеть. Да, у них резистов нет к... Надо еще поменять, блин. Вот от этих всех избавиться. Ёпы, РСТ. Так, давай сделаем по-другому. Посох лесом идет. Весь могильный у нас здесь. Дальше идет по приоритету. Вот это хрень. Это тоже можно выкинуть в перспективе. Давай огненный шар поставим вот так. Вот, и спокойно, базовыми заклинаниями даже, наносим очень хороший урон. И чем сильнее ранен противник, тем больше он получает. Вон, там 81 урон, офигеть. Просто 81 урон. Здравствуйте, с базового заклинания. Готово. Готово. Управление могильным светом будет расти. Так, надо сейчас шельмак посмотреть, как он пойдет нашему кастеру второму. У меня с обилкой. А, да. Если менять, то менять бобру, потому что у бобра знание прибавляет шлем. Увы, пока не поставить. Тут разницы нет. Это и кепку не заменить. Увы. Ой, Лояр, здравствуй. Фомич тоже пришел. Привет. Так, пробуем. Вы подносите... Ага, вот. Ключ. Светоключ здесь подходит. Открывается дверь. Знаем, что могут быть ловушки. Знаем, что могут быть враги. Бичеватель, огоньки. Заходим, смотрим, сколько. Как минимум, 4 человека. Поэтому я просто агрию... Агрию, используя замечательную тактику человека на проходе. Так. Чуть-чуть так. Работаем. Итак, у них огонь. Соответственно, базово нужно снять, наверное, как-то... Какими-то универсальными школами, да? Ой, что ж ты мне накастовал-то, Вась? Вел дю. Накастовал, молодец. Подходим. Можно взрыв сделать. Вот и после того, как появляются уже первые... Первые снятые ХП. Это вот окошечко появляется. По недостающему... Здоровью. Взрыв. Хорошо. Вот, все. И понеслась. Они все ранены. Ну что, кого-то... Атли убивает цель. Опять призрачная стрела, 90 урон. Офигеть. Их просто разрывает. Я поражаюсь своему умению находить блинымбы. Просто как только... Как только появляется какая-то халява, обязательно Бобер на нее... Ее начинает использовать, обузить. Это... Ну, смотри, сейчас у него с одной стороны там... Три пятых здоровья ок. Сейчас влетает... Три обилки, и он, скорее всего, умрет. Ну, даже две обилки. Давай, ну, давай. Раз. Все, он умер. Мы не успели декистовать даже вторую могильную хватку. Потому что, опять же, 84 урона. А, еще фуга критует. Повелитель огня 73, и фуга 84. Все. И... И все. Я говорил, что все. Все. Давай грозу. Давай еще грозу. Сработаем. Тут можно вот так сделать. А, какая гроза у него. Фу, редистор. Дурак. Дурак. Хотя попадаю по цели огонек. Да, ну не наношу урон. Да, это косяк. Да, нужно могильным светом их мочить. Здесь тоже, кстати, могильный нужно поставить. На быстрый набор. Самые ходовые. Да, хорош тут тупить, ну. Пройти не можем, ё-моё. Там очень хороший заходит урон. Сейчас можно уже электрошоком мочкануть. Даже несмотря на то, что у них есть резисты. Посмотрим, работает ли АОЕ эффект. АОЕ эффект не работает. Видимо, только все-таки по цели. Тогда нужно будет проверить грозу. То есть, она тогда вообще не работает с этим. С этой обилочкой. Увы. Потому что получается, что не работает. Привет, Йонг Сильвер. Герою повалиться не тяга. Я буду скорее всего проходить дым. О, левел ап у Фуги. Левел ап у Фуги. Мы ей всегда в последнее время апали именно силу. Для урона. И сейчас урон на единичку растет. Поэтому раз. А здесь появляется новая обилка. Холсторез. КД 1 минута. Залп огненных стрел. Поджигающих всех противников в области поражения. Радиус огромный. Конус 90 градусов. Ну, то есть, будет прям... Как в этом... Как в экс-чеме, судя по всему. То есть, на пол экрана... И вперед. И горение еще долгое время. Учитывая то, что бонусный урон... По... Она делает по целям, которые под воздействием периодики. С этой обилки лучше начинать. Посмотрим, как она работает. И лучше ее, конечно, поставить... Вместо. Так вот поставим. Ого! Кого она только не закроет. Посмотрите. 16 метров, 90 градусов. Давай. Нападай. Вот это я понимаю. И урон хороший еще наносит. Ну, это топовая... Топовая способность у нее. Будет мега-полезная штука. Тима продвигается постепенно вперед. Молодцы. Из ветра и грязь мы попали в древнее сооружение. На шпиговую волшебную ловушку не знаю, лучше ли это. Так, вижу еще одного виспа. Причем призрачная стрела с хорошим рейнджем. И его можно будет впоследствии тоже увеличить. Здесь я хотел выставить... Выставить заклинания... Вместо тех вещей, которые я использую редко. Чтобы они у меня были здесь всегда... Желательно, чтобы была согласована с... Нет, любопытно. А, то есть 35 урона уже со старта чисто наносит. Нужно... Уже можно после первого выстрела работать. После первого выстрела уже заниматься... Рассчитывать на урон чистый. От этой обилки. А дальше еще жестче. То есть там уже идут как бы... Как прогрессия такая. Так, опа. Это что у нас тут такое? Примечательная руна. 106 знаний нужно. Нифига себе. Прижимая кусок угля к пергаменту, вы получаете размытый, но пропорциональный отпечаток древнего рельефа. Возможно, собрав достаточно отпечатков, получится восстановить первоначальное очертание руны. Кажется, нас подводит опять же к новому шпилю. Смотрим, что у нас за рисунок. Да, похоже, нам снова нужно будет соединять точки. На этом свитке нарисована часть неизвестного сигила. Отиск углем сделан грубый и незаконченный. Из-за чего полный вид сигила пока что остается непонятным. Океанский шпиль. Да, похоже, это оно. Ну, значит, нужно внимательно, во-первых, собирать все рисунки и потом достроить. Так, тут кнопку вижу. Ё-моё. Ой-ё-ё-ё-ёй. Кажись, у нас тут еще один босс будет, которого мы сможем открыть, когда у нас будут четыре соответствующих... Торопился, нельзя торопиться. Ловушки на каждом шагу. Ловушка обезврежена. Значит, здесь проход налево, проход направо, который не работает, пока я, видимо, не использовал. Не активировал это ничего. Опасные вот эти вот вещи. Из них же вылезают регулярно люди. Как бы они не вылезли. Это очень сильный специмент. И почему еще кто-то придет к нам, чтобы его забрали? Судя по доспеху, это труп одного из погибших регентов Аплота, чьим необычным последним пристанищем стала платформа, окруженная магическим барьером. Непонятно, специально ли так было сделано или нет. Очевидно, что нет. Чей же это труп? Так, поднять центральную платформу. Вы серьезно? А, вон снизу еще есть. Ясно. Капюшон книгачев. Тоже хороший пришел. Там... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Откуда? А, конек сверху? Вообще, изи. Правда, я не могу ничего с ним сделать. А, нет, могу уже. Уже могу. Или нет? Я могу. Хотя показывают, что типа я не достаю. Врут. Нагло врут. Так, вот так вот еще. Так, этот минус. Короче, мне кажется, что нужно валить отсюда вниз. Оставлять только танка. Ой, сверху еще кто-то бегает. Угадать с сигилом нужно, во-первых. По начертанию ты не поймешь. Что, угадал сразу, что ли? Или он откроет определенные... Он может, кстати, активировать. Может, могут подходить разные совсем вещи. Раз ничего не случилось, попробую второй. О, во. Загорелось. Это первый. Это второй. Вот это еще кнопка, не забываем. Третье что-то особо ничего не дает. Или дает, но я прошел мимо. Вы замечаете небольшую панель, утопленную в камень, судя по всему, в выемке. А-а-а! О-о-о! Ключ-камень холодный. У меня его нет. То есть тут в какую-то из... Да, вот. Ставим. Поднимается. Оно будет по этажам подниматься. Раз. Ясно. Вот. И открылась, соответственно, тут еще одна штука. А, обе поднимают наверх. Понятно. То есть у нас есть проходы теперь по... Фууу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, можно направо повернуть. Тут явно ловушка. Что это здесь? Как бы не попасться. Дверь открывается. И закрывается справа. А, ну я могу... Ой. Здравствуйте. Изверг. Изверг это не обичеватель. Это... Здесь другие ребята. Изверг это серьезнее. Возможно, стоит еще разок нажать, а потом туда зайти. То есть тут комната открывается и закрывается. Видите, как по... Так. И... А, и назад я отступить не могу. То есть я могу, но это будет не очень эффективно. Так, давай-ка тогда будет взрыв. Давай-ка тогда ты подходи сюда. Ты делаешь вот так вот, наверное. Нет, лучше, наверное, даже оглушение. Доминирование? Ой, опасно. Чем же я могу тебя перебить? Особо ничем. Просто кастую на себя. Подходит Бобер, но у него... Вот сейчас он достает уже. Хорошо. Поехали раз. Поехали два. То есть я хочу нанести базовый урон, а потом уже начинать как-то более активно действовать. Зажигаем. О, оглушили. Он не успел доминирование сделать. Это замечательно. Взрыв хаоса прошел. Первичный дэмэдж нанесен. Но, правда, какой-то он не очень серьезный. Ну, я, наверное, тогда сделаю грозу. Проверю все-таки, как она работает. Работает ли вообще по недостающему здоровью. Тем более на этих не подействует сто процентов. Поэтому... Хватку. И бичеватель, наверное, месить. Гроза пошла. Так, тут можно прыгнуть. Ой. Прикрой дверь, пожалуйста, Жень. Спасибо. Вот-вот-вот-вот-вот. Короче, у грозы нет этого эффекта. Из грозы можно эту штуку убирать. Ну, нет его. Видно, что нет. Плохо, учитывая то, что у нас АОЕшки особо-то и... Нет в могильной хватке. Можно пробовать... А, какая разница. В электрошоке та же самая история будет. Да, стоп. Так, извергарас. Вон, смотрите, урон. 40, 60. 59, 59. Видишь, что не плохо. И вот этого упорядано тоже дал без... Учинцы особо не работают. Оп, 69, 69. Вот-вот-вот. Просто стреляет лучница с хорошим уроном, с хорошей силой. Там, критует 50. А тут как бы обычный маг, обычным костом. Поглощение бичи. Кажется, он собирается лечиться. Этот гад собирается лечиться. Очень похоже на то. И все в КД, да? Нет, можно вот так вот сделать. Испуг пошел. О-о-о. Вот это плохо. Давай так сделаем. Ну, я не перебил у него ничего. Я не успею. Короче, он подлечится каким-то макаром. Ну, не знаю просто, насколько он подлечится. А, он одного минусует, а сам лечится. Понятно. Ничего страшного. Ничего страшного. Удержание делаю. Это еще откатилось. 89-63. Короче, имба найдена. Найдена откровеннейшая имба. Я так считаю. То есть, я вот сейчас уверен, что гарантированно его добью вот с этой обилки. Невзирая на резисты, просто раз, он скастует, и он этот умрет. Все. Ну, потому что у него там 125 урона электрошок. Электрошок! Электрошок наносит 125 урона. Но, нужно сделать так, чтобы на грозу эта хрень не действовала. Ну, то есть, она не действует, поэтому можно убрать спокойно с грозы. Сделать, например... Сделать, например, большую концентрацию или... Или увеличенный урон. Но смысл в том, что АОЕ заклинания не работают. Давай так. Так. Ставим видео. Может, стоит еще разок на эту кнопку нажать? Откроем. Откроем так. А, ну это вроде проход дальше, так что лучше на эту, типа, открыть сначала данную кнопку комнату. Ага. Потом дальше пройти. Я посмотрел на чатик, типа, Аслан Три, было бы еще больше МПД. Я представляю, учитывая его бонусы к... Нормально все, ребят, нормально. Обеззрительная ловушка. Так, бронзовое копье ярусников. А это что? Холодный камень-ключ. Собственно, можно теперь поставить его следующим сюда. Но я чувствую, там босс будет. В прошлый раз так и было. Так и давай-ка сагрим их, как на ловушку, пусть пойдут сами сюда. Ребят, я здесь. Когда танку половину хп сносит, учитывая его клевый армор, клевый резистор, это пугает. Почему они не агрятся? Алло. Ловите фаербол. Не достаю. Достаю. Давай. Вот, другое дело. А то пока ты... Беги! Подруга, беги! Не убежала. Окей. Надо только всеми выйти из хайда, потому что они реально очень медленно двигаются. Крадутся. Наносим первичный урон. Ну и дальше по отработанной схеме. Раз. Два. Ну давайте, ребят, я... Раз. Два. Вы чувствуете? Вот чувствуете этот запах халявы. Вот он просто витает в воздухе. Такая имба. Конечно, было видно по описанию, что что-то здесь не то, но... Резистор, не резистор. Плевать, вообще. Если бы она еще работала на АОЕ, я бы вообще был счастлив. Ну, там 104 урона. Здравствуйте. А там у вас было. Обезвреживаем ловушку. Ранений нет. Двигаемся хорошо. Осматриваемся. Вижу подъем наверх. Еще закрытая комната. Интересно, куда это? Мы там точно не были. Второй ярус стены в новой локации. Это что-то новое. Может, это шорткат какой. Было бы здорово. Это восточная часть стены. Тут сразу 4 бичевателя. Пока рано. Я полагаю, надо сначала низ очистить. Это уже будет следующий уровень. Лекарство активировал премиум на ваш канал. Догов в дотку. Что ты играешь, какую-то ересь. Повторюсь, будет Doom. Возможно, с челленджем. Ключ подошел. То ли я угадал, то ли одно из двух. О-о-о-о. Ну, я его без... Это кто такие? Изверги, да? Ладно, ребят. Нормально все будет. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Все на него. Все на него. Начнем тогда со счета. Это раз. Это два. Это три. Только вот, когда они бегут так медленно, это меня расстраивает. Давай сразу начинай. Вот прям вот, прям вот сходу. Ты взрывайся. Ты проявляйся. Тоже да. Ты стреляй огнем по этому товарищу. О-о-о. На фугу переключились. Так, фуга. У тебя есть возможность. Не знаю, что делать. Все. Базовый урон нанесен. Выбираем кого. Наверное, от фуги надо... Ну, главное, чтобы они работали по одной цели. Тогда эффект от нанесенного урона, он складывается, получается. Поэтому... Просто стреляй там. Пофиг. Надо с тобой рядом. Человек какой-то стоит. Несколько секунд. Это... Ой. Не совсем, конечно. Там испуг просто у нашей подруги. Раз... Суточка. Не так плохо. Испуг. Все. Портит испуг. Гроза вряд ли. Нужен паралич. Паралич, скажем, на... Да даже на это... Надо... Танк пропился. Это так ничего не с кастовалом. Ладно, давай так. Кто первый убьет, кто-то молодец. Надо валить. Что явно... Все. Этого минуснули. Здесь вряд ли. Нужно, наверное, делать уже электрошок. На этом... Так. Так, ты пробуй могильную хватку. Да, на того же самую. Минус. Минус. Стоп. Мне любопытно. А у Ешка зайдет по... Хотя бы по одному зайдет вот этот вот бонус? Или не зайдет? Мне кажется, что... Он заходит. Чистый по одному зашел. По второму чисто зашел. Странно. То есть, есть заклинание. Гроза не работает. А вот... А у Е такой работает. Шнадцатого у бобра. Это очень интересно. Потому что... Я не знаю, чем отличаются по сути эти заклинания. То есть, они вроде как... Все... Имеют такой... Все-таки АОЕ эффект. То есть, окей, хорошо. Значит, Тратуса будем использовать активнее. Желательно ему... Повысить рейндж. Потому что, ну... Это несерьезно. Даже пусть будет это в ущерб... Канал. Так, значит, он сработал. Сейчас должен убереть это... Ранение, которое я получил танк. С другой стороны, у нее сейчас будет... У нее сейчас будет... Регенерация работать, родная. я уже даже не вижу смысла получился потому что получается что есть два человека которые работают очищенные эффективнее чем чем лучница такая вот загогулина сколько 1 1 1 то что нужно блин может реально взять третьего мага до чтобы понять что это за руна нужен от ли блин тут еще доспех кожаный доспех деревянное одеяние архонтов всемогущество ко всем навыкам категории магия джисят ли надо брать забивать сейчас на фугу брать от ли и чтобы он сидел этот во первых почитал во вторых возможно вообще в три мага сыграть и все блин и в этом качал как как пырь последний сейчас я вернусь выход здесь да ну в любом случае от ли этого флан 3 нужно взять на эту миссию потому что он может сидел и новые со стен ты его как саппорта раскачал вроде бы но явно не по 2 ветки я не все очки ему для начала в кинул все таки так давайте бобра качнем и надо определиться вообще что то что делать дальше это уже тупиковая ветка получается по лидерству возрождение скорее всего возьму а дальше уже будем выбирать бонус к силе живучести смекалки по кд просто можно троечку добавлять пассивочка для союзников кроме себя пассивка перезарядка один раз за бой один за 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 бой когда ваш запас здоровья снижается до критической отметки ближайшие союзники на короткое время получают короче полминуты быстрота урон сомнительная вещь удар плетью бонус усиливается по мере возрастания к страху это хорошая вещь удар плетью ну и бессмертный там прям имба ладно беру тогда возрождение в отличие от какого-то бутылька и и резуректа хотя резурект лан 3 вроде тоже ранджовый так ну что лан 3 у нас находится кажется в горном шпиле или нет или не в горном нет скорее всего неважно ты быстрее проверишь обрати внимание на ветки кроме магии лидерство да стоит но сейчас до лидерства по крайней мере мы на лидерстве должны вот последние две-три ключевые два-три ключевых навыков взять ну что стартовые как правило они заведомо хуже чем а и мне же еще два слота должно было открыться я щас на не могу прокачать так ну что лан 3 вот он кажись да похоже а вот мой брат погоди я не буду у фуги сильно предметы доставать скину то что у нее есть по ими ведут эти вот предметы убирать не буду они весьма специфичный поэтому не стоит а вот хавчик возьму с собой дальше берем лан 3 вместо фуги берем лан 3 и смотрим как его вообще раскачал он 18 уровня здоровье хорошо еще 8 характеристик не вкинута причем скорее всего будет увеличивать силу заклинаний просто до капа до капа в 19 и продолжительность воздействий до мы еще точно стопнуть нужно довольно быстро навыки эти прокачает да давай или нет перезарядка способности заклинаний вот она так далее я его типа на сохранение прокачал да и взял еще обилку чтобы со стенок он читал где у него там знание обещали рвение клонение хитроумие вот кажется вот это вот обилка да 10 знанием раз 20 знанием 2 метатель наружи и знание о инструктор ешки матрешки такая имба конечно недоверчивый взгляд можно ему хитроумие а потому что по ловушкам мне никого не остается древние знания ячейки заклинаний еще плюс 2 что у нас такое это чушь попадание оружием чушь аниматупа мы же понижаем магические навыки эта пассивка точнее это стойка получается стойки у меня в принципе нет две стойки преподание оружием а это преподание оружием тоже ладно пока одну очку оставим что у лантри по знаниям в результате 126 офигеть окей допустим у тебя даем доспех допустим допустим у тебя даем шлемак предположим предположим мы тебе даем резисты общий кажется было управление жизнью но я их продал управление жизни перчатки сапоги нужны хорошо раз перчаточки латные не пойдут продавал на баз перлан 3 поставлению вообще без оружия надо его оставлять пусть с голыми руками ходят восстановление 1 2 секунды он будет так часто умирать может мужчин все-таки поставить а этот может быть только с оружием щит может быть только с оружием я понял тебя тогда ты без щита защиты вообще никакие здоровье 364 привет про плей давай ладно тогда выносливость возьмем себе тебе что-нибудь на резисты что-нибудь резурект у всех резурект есть конечно почему у тебя резуректа нет подруга он ты как раз танку в первую очередь вообще резурект нужен я не знаю почему у нее нет резуректа надо бутылок по на покупать потому что так может ландри возьмем просто кинжал какой-нибудь быстрее не же есть уникальный кинжал пожалуйста постановление сразу штрафа никакого бонус к урону вот все теперь у нас и щит есть и кд не такой плохой а муль нужен какой-нибудь так и конечно же ему нужно сейчас посмотреть на заклинание он же вообще пустой при том что у меня 127 знания по навыкам молнии есть жизнью топовая вещь вообще то есть нужно сделать ему пару заклинаний на жизнь причем сразу 52 процента снижение кд ой все уложили 120 в знании смотрите каждые 15 секунд он восстанавливает половину хп это все лесом вот эти вот это вот чушь делаем из него саппорт плюс боевой маг причем с приоритетом именно боевой маг так а я же могу нет будем подстраивать под до реалии так это первый электрошок обязательно второй 105 маловато будет раньше у него не так неплохой на самом деле ему возможно меткость понадобится на старте вообще ему лучше чаще кставать и все это 2 вспомнение это близко всем шаровая вряд ли работать будет где тоже проверять нужно и давай в исполнении это же возьму 1 2 так три заклинания ключевых есть теперь попробуем погибели ему дать у него 0 вообще навык в погибелях но я надеюсь потому что он будет попадать просто благодаря они от у него управление могильным светом 70 оказывается так он будет попадать плюс знание стужится поэтому моё это моё у в лантре нет такого он сейчас может использоваться если у него навыка нет может вроде грамм кидаем еще ему парочку заклинаний по могильному свету так так призрачная стрела пошла так так и так пожалуй дам последний это свет тиратусом дорогая штука ауе ему как раз тут поставлю поставим место бафа какого-нибудь и свет тиратуса наверное лучше увеличить раньше он тут увеличен надо как раз сигилы новые на на бесконечного на бесконечной границе находить в чем свет тиратуса у тебя такой убогий скажи мне с чего ты свет тиратуса сделал сделал на длительность только урон даже без кд с ауе ага 140 ну почти ну вот так вот ну почти нет готово разобрались третий мак появился уровень я ему не докачал остается еще одно очко ты не очистил инвентарь фуги ничего страшного сейчас попробуем затариться во первых бутылками какими-нибудь только с кем-то поторговать и накинуть еще силами истощения так куклы же уклонение давала до конечно конечно кукла ты находишься во втором шпиле тебе нужно вообще вот сюда вот за знанием к филе идти и лантре тогда пятерку прокачает и все остальные вообще кто хочет да у кого лантре прокачает раза три четыре пять тут прошлый уровень может бобру или княжалка а вот и продажи только сигил есть можно изящный посох да нет 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 у лантре этот кинжальщик есть пусть пусть работает все хватит последнее что нужно сделать это вкинуть навык чтобы лантре не светился пассивные пассивная защита можно ему армор качать защита магии 10 процентов урон броня броня и броня берем тут как бы думать не надо просто и все думать это сложно поехали блин как же сейчас пати переквалифицировалась быстро сейчас лантре у нас начнет со стен надо еще им расположить одинаково заклинание у каждого однотипную то есть вот молнии три штуки могильный свет три штуки а дальше там свои какие-то специализированные чтобы не надо было подводить читать чтобы просто тык 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 и пошло поехало а что я разделать по танка я раздел танка они фугу да скорее всего я фугуру просто раздел а не танк это безусловный провал безусловно но ничего страшного заклинание давай отталкиваться от того что у бобра по спалам есть нет и теперь всем остальным также то есть три из пыла у нас идет призрачная стрела могильная хватка и этот потом идет электрошок слабенького этого могильная стрела вот это лучше вообще сюда перенести это 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 потом электрошок заряженный кулак а почему то и заряженного кулака нет и воспламенение и воспламенение тоже нет почему она не все заклинание по молнии брала лучше подказалась вот от огня этого сравнительно ненужного взяла нормальный молнии и лучше за основу конечно взять сразу бобровскую какую-нибудь а потому что только электрошок точечные остальные остальные окей тогда от могильного света отталкиваемся просто и все sorry can't can't do that can't do that зомбар говорит у меня горит да видишь какой вообще нубас ничего не внимательный как он проходит эту игру без смертей на максималке непонятно только с вашей помощью без вас никак итак идем во первых к этому сигилу считываем его смотрим помню что есть второй этаж и скорее всего я не смогу полностью поднять его пока не схожу на второй этаж изучаем ровну сигил оглушение звучит конечно круто а но это у нас стрих добавляющих заклинание молнии воздействие оглушения вот это может сочетаться с грозой например надо проверять сочетается ли он с грозой в принципе что если этот не сочетается то этот может смотрим противники в области действия вот это круто оглушение на 4 причем 155 еле-еле хватает вообще наверно нужно понижать урон вообще понижать урон и делать грозу чисто контролящим таким заклинанием аналогично я попробую сделать и атли я не хватаю чуть-чуть знаний но у нее кстати очень близок level up так здесь был один упырь я помню пам-пам-пам так и я попробую танка на четверочку чтобы удобнее было пацанами тут работать я не понял а у вас же была задача ребята стоят тупят красавцы красавцы просто даже с нуля урон неплохой заходим продолжаем там же сейчас парализм вот этому рейнджу бы добавить заклинанию книги и чем дальше тем больнее залитает по нему я dang такая вот беда это дурака вот дурак 100 там 9 было от кого-то урон так как-то у нас может ну хитроумия хватает для того чтобы это он вроде хитроумен и оберег тайн 10 к обнаружению ловушек отлично это как раз лантре у нас берет вижу новый сигил страсти в этом свитке содержится магический ключ используем и заклинанием манипулирующих эмоциями цели это вообще новая школа розовенькая мою сидел эмоции вот как раз на эмоции тоже есть пробуждаемые сиделым эмоции могут как усиливать так ослаблять внутренний настрой цели вызываю нее приступы различных эмоций от апатии до ослепляющего гнева певчие крови из алого хора провозгласили себя мастерами сигила эмоции разработав методику посредством изучения талантов понятно так ярость 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 союзники возвращается в обычное состояние оскорбляющий жест провокация ох я бы сразу танк дал это очень круто на 9 секунд длительность вытянуть за уши до 13 секунд желательно сделать хотя бы базовый ауе 2 метра ох уже хорошо все танк теперь на барика больше похож дальше волна отчаяния скорость передвижения минус 60 воздействие утомление ошеломления понятно область действия конус 8 метров неплохо я наверное все вот эти вот дополнительные штуки буду пока экспериментировать на сирин потому что у нее знаний с одной стороны хватает и делать в принципе нечего поэтому пусть тренируется на кошках повышаю радиус повышаю длительность пожалуй воздействия даже и последнее выражение оцепенение сон просто сон это вообще халява только мне нужно кому-то другому сон назначить максим дистанции максим ранджа максим длительности и наверно бобру просто точность не нужно давай когда его меньше вместо чего вместо шаровой шаровая да вроде как работает шаровая вместо фаербола какого-нибудь фаерболта вообще у нас лесом идет команда преображается просто на глазах еще один подъем наверх еще есть левая это ловушка явно от ли почти 19 вообще слишком близко а и расположение мне не тоже из-за того что от ли стал первым как-то нехорошо получилось что дальше опа схрончик две шкуры так вижу что что-то можно поставить понятно что отсюда полезут враги пожалуйста и стены выступает небольшой помост на котором хватит места для маленького предмета снять сферу с помоста если мы возьмем хороший разбег то сможем оставить кровавое пятно в зубе и появляются бичеватели огоньки бичеватели ерунда если это все то все весьма неплохо так давай сон проверим вероятность попадания довольно хорошая это первый момент второй помню что у от ли есть хорошая тема в плане защиты используем ее хорошо хорошо и что я хотел что хотел свет тератуса и вперед сон 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 и пока ты по ним не пробьешь они будут спать что-то мне халявы дают очень многое как по мне как я сейчас бегаю как дурак они реально спят все причем подействовало учитывая что эту школу вообще не знаю подействовало изумительно сразу и на троих а еще же у этой подруги появился таунт про него не стоит забывать вместо чего ошеломление скорость передвижения это раз оскорбляющий жест даже у танка хороший раз два сумасшедший урон заходит просто сумасшедший добиваем одного можно параличку сейчас этот умрет скорее всего от двух загляданий раз с одного умирает с одного карта с одного это халява просто халява испугались хотя там паралич уже и никого не осталось изейший сейчас пару электрошоков пару-тройку электрошоков с увеличивающимися урона 36 48 и сейчас последний 62 вот просто чтобы понимали какой там шаг в зависимости от 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 недостающего количество хп надо будет третье оглушение еще поставить 83 следующий шаг нет это тоже ауеш не работает чтобы можно молнии проверить работает или нет можно в следующий раз это сделать сейчас уменьшать количество время кд максис знания и все тут можно что-то взять нет нельзя что-то тут дали мне кусок булыжника может еще один кусок можно поставить тогда следующий появится да изверху но это посерьезнее будет но с другой стороны его сразу можно парализовать так двоечка то паралич интересно стакать или не стакать сразу таунт сделаем сразу таунт сделаем да у нас не работает ну маленькая вероятность что сработает там паралич сработал а почему ты так а 74 уже мне показалось что вероятность должна быть значительно выше и поставь танка первым портретом слева тогда в скриптах она будет впереди окей да давайте так сделаем цифры просто цифры взгляните на них эти сумасшедшие цифры которые вылетают 69 67 11 паралич 92 61 вообще без шансов без каких-либо шансов ну а по мелким говорить не приходится вот 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 38 51 69 88 сейчас и еще кажется один не декастовал а не декастовал кажись декастовал попутал я попутал easy 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 as can be так а мне за это вообще ничего что ли я тут между прочим воевал а тут сапфиры очень дорогие вещи жемчуг из них дропы типа хорошие ну хорошо значит у нас есть уже два из как они называются там два камня что ли сейчас второй поставим сюда и надо будет идти наверно на второй этаж это явно будет босс так сюда не подходит давайте по часовой стрелке скорее всего так нужно сделать да пожалуйста холодными ключками еще на один ярус поднимается еще нужны два ключа соответственно их мы сможем найти на втором ярусе я уверен почему гг так нестабильная работа последнее время сейчас вообще стрессовая нагрузка идет на сайт и два дня назад нас вообще додосили вот поэтому сейчас мониторит все вроде большую часть времени все хорошо сегодня я уверен что вечером будут какие-то проблемы потому что уже сейчас десятки тысяч людей на сайте находятся у нас сервак стоит один в этом в подвале не хватает не хватает канала домашнего интернета чтобы раздавать нормально все ну когда-нибудь там хватит средств чтобы купить там сервер или ареновать так и ловушка вот это провал поглощает конечно ловушку сразу же и у меня таунт не срабатывает и не сработает попробую ошеломление сразу же взять блин это еще же лантри было вот как неправильно то я стою опять опять лантри впереди твори добро а ну как так оооо подходим бобром наверное и они все на лантри всагрились поэтому давайте я на него защиту для начала кинул давай на себя же защиту так а ты подбегай вперед вообще ооо по ним тоже ловушка срабатывает так лантри скастовал там что-то где-то как-то я думаю нужно отталкиваться от проличей вообще от трех проличей это раз это два пас ну и бобер попробует пролизовать там какой-нибудь этого упыря хотя можно было и взрыв сделать сразу же да давай вот так лучше сделаем ну в лучшем ну потому что это контроль это это как раз штука позволяющим так второе дыхание нет давай стирание или 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 лучше хил на себя давай хил на себя все так паралич есть паралич есть то есть по сути остается только один упырь который свободно почему-то бегает хотя нет вот бичеватель еще без беспроличен нашеломлен есть проблемы испуг срабатывает а у этой подруги бывает ой там уже там уже залетела дофига всего по урону 60-70 да просто добиваем тогда там осталось это господи этих вот двоих забрать раз и пробивает это два давай вот так вот три минус один не минус два вот это минус два минус три минус четыре я до сих пор не могу понять как они это не отбалансили вообще как это можно было не отбалансить ладно подходим так так ох ты ж ежик я могу сбросить флакон чернила мы услышим как скоро он разобьется так еще один сигил кажись привал не нужен а вот выносливость мне бы мне бы пригодилась потому что я скинул выносливость как дурак что за руна то что за видимо я ее уже знал так да похоже на то ой 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 кто такой так изверг огонек и ловушка явно по центру 2 изверга 3 огонька здрасте отток сил ну ладно оп 200 ловушка урона наносит у них приличный хп у них хп значительно больше чем у меня как же мне их убивать то нет извините у него я наверное перезарядку способности беру это некая универсальная штука для мага и здесь большой вопрос что вообще лан прикачать следующим левелом с одной стороны перечисление подвигов клево потому что серьезная защита и от магии и воли и в общем а действует сколько 20 секунд а еще противника в зоне действия ужас кошмарят оглашает подвиги бойцов отряда поднимая в боевой дух союзников вселяя страх в сердца врагов воздействия способности зависит от вашей репутации ааа ясно и 9 книгачей нужно 1 2 и тут еще соответственно получается 6 да нужно куда-то скилл 1 вкинуть я же вроде защиту качал справа забил на эту штуку здесь все навыки не очень но тратить 2 навыка ради в авто неплохой можно взять вот это вот удар ослабления в течение до откроется на двадцатом левеле тот же что-то там кастует ой смысле кидает поехали парализовывать бедолага как же и а как же и неприятно то подходим кастуем ладно давай бутылек выпьем которая раны уже во всю сейчас вторая если будет будет неприятно повелитель огня подходит паралич давай вот так по четырем накрываем надо еще посмотреть сигилы именно на эту школу на тратусе называется ой есть все-таки рано да уже да она лежала она не смогла не смогла подлечиться это надо упыря ошеломлять так минус 0 и 1 вот но танк танк плохо себя чувствует магический пробой все дела оглушили но танк ляжет если конечно лантре тут не в стороне записи не сделаю в образе есть тоже резурект правильно обилочка родная вот он так что мы спокойно вернем его на поле боя единственное что как бы ему жалко немножко жалко подруга ее успели подлечить причем несколько ну все уже можем забить про проблему забыть про проблему с танком заниматься вот убийствами скури лантре правда достается давай-ка ты одного из них так ты 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 что можешь что хочешь поднимай бросание бобер парализации танк ни черта не делает то да о можно проверить как раз шаровую молнию сейчас правда он будет одного вырубать для того чтобы хп себе восстановить это не столь существенная проблема если тем более мы успеем перебить 333 хп сразу прям ладно на его совесть да и что там шаровая молния нет шаровая молния тоже не нуждается в этом заклинании ну в смысле в этом сидели не работает не работает она с чистой совестью менять спокойно хотя вот типа воспоминения темы они работают насколько я понимаю сейчас проверим конечно с проверим промахивается по целям вот это же конус работает правильно я до сих пор не понял почему работает работает конус электрический иконус вот тоже работает проверяли до 122 урона вот и шаровой не работают то есть мы можем мы можем с вами избавиться от шаровой а еще один жив что я забыл чаще сейчас переведем порядку что это сидел достаточно дорогой знание требует много но в некоторых с пылах типа грозы или шаровой молнии он в принципе отказывается работать я не знаю как это объяснить но это факт проверенный на практике поэтому может быть вместо того чтобы с молнией он в принципе не работает то есть в смысле с этим с холодно не работает может быть тогда если не шаровая молния точно не это точно не гроза то есть нас по 3 спала получается да только 3 спала нормально работают остальное можно использовать по-другому то есть шаровую молнию например изменить на игрозу тоже заменить ну гроза от стану мне уже то шаровую молнию например тоже на стан сделаем хорошая же тема правильно давай раз-два-три раз-два-три автора то есть у нас только 3 каста даем то есть 4 но тоже с бафом по-другому мы не можем ясно хорошо будем работать с тем что имеется сколько там ранений 2 или 3 2 2 можно жить ловушка обезвреживаем двигаемся вперед это же такая опасная была великолепие этого места не могу даже вообразить как это все удалось построить сапожки легкие кожаные сапоги кстати не факт что у лантре сапоги лучше а такие же как раз на вообще с девайсами проблемы ну да ладно так стеночка пошла внизу тупик здесь я все взял продвигаемся вперед вижу еще один ключ точнее у и еще проход дальше на ярус видимо выше а нет это скорее всего второй проход который вернет нас на первый этаж раз ловушка два ловушка нельзя торопиться у от ли сейчас будет еще и рассчитывал слушайте а а от ли у от ли тоже что-то полезное было во первых ей нужно перезарядочку наверное тоже потому что ей тоже актуально насколько быстро откатываются с пылы а врата тратус у нее появляются от ли использует могильный свет для телепортации по полю боя враги оказавшиеся рядом с ней в точках входа и выхода получают урон от могильного света вытягивая из нее жизнь из вытягивающего из них жизнь когда минута не так плохо обязательно нужно поставить и поэкспериментировать в следующем следующей битве да ё-моё здесь же должно быть вот вместо чего вместо вот вот этой вот темы аппарат а кенту да заходим вижу кнопку вижу дверь наверху еще три алтаря но скорее всего на эти три алтаря к этим трем алтарям я должен прийти чуть попозже то есть сначала исследовать то что находится здесь на кемпе да ой да ладно огонек огонек и всего лишь бичеватель это не страшно начинаем раз один паралич два ты делай вот так а я от него может добежать бедолага ладно раз два и три ну третий будет я в шоке я до сих пор не могу поверить как 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 так вообще происходит почему 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 они допустили такую халяву это же еще темы высасывать жизнь всякие штуки дополнительные ну что это же что я не могу что делать я не могу это по не кажется не хватает или в молниях у меня только электрошок способен и обождите в молнии же еще есть вот это вот касание или как называется то есть нужно двум двум кастером поставить еще по одному заклинанию на молнию с таким же эффектом просто я и все потому что сейчас только электрошок причем они поставлены но не выведены насколько шаровая молния воспламенение нет блин там же там же какой-то там какое-то касание у него есть заряженный кулак вот такого черта нет этого двух других героев берем за основу этот заряженный кулак назначаем вместо электрошок электрошок вместо пламени вместо пламени и накидываем сюда еще что-нибудь типа к.д. и точность для крита хотя это необязательно обновляем раз и добавляем этой подруге еще вместо чего вместо что-нибудь огненного тоже облетающего пламени давай сюда раз ну и ну не хочет он так окей гад главное максимум урона и поменьше к.д. все теперь получается есть еще два заклинания способных их надо тоже поставить сейчас я подготовлюсь просто я понимаю что это вот так скорее всего да вот так вот так сначала у нас идет электрошок а потом идет заряженный ага а у тебя это уже есть все хорошо плюс 2 спала которые также наносят так всего лишь от кат и выход и ладно по сути на этом этаже по и получается только одно одно место вот здесь не исследовано так не работает правая этаж простые огоньки два он уже парализован классно то есть я в крайне правой до засовывал хотя видите они больше не появятся то есть возможно нужно чтобы появились все хотя нет вот получается правый левый последний если речь о последовательности нет центральный правый и последний только так сейчас вот с одного выстрела скорее всего умрет этот обичеватель хотя до бичевателем вряд ли умер конце 122 просто урона взлетает а потом следующее заклинание с параличом но лучше сочетать следующим образом то есть вы кидаете например паралич и пару костов любой контроль плюс еще дополнительно по одной и той же цели чтобы входило больше чистого урона и все тогда они парализуются делать нечего сейчас 2 парализуется и добивается спокойно все давайте давайте переводим сюда ставим ну почему может быть я должен обязательно так тут лучше сделать электрошок на двоих пока мне откатываются с пылы ну на кого-то пойдут на кого-то не пойдут это понятно ты подходи ты подходи ты подходи все подходят и ауешечка 1 ауешечка 2 вы не поверите ауешечка сейчас будет трис вот эти вот ауешечки действует по целям с дополнительным урону их нужно конечно параличевый тяги тушкой базовое значение 1 2 3 слабо конечно наносит но правда я сейчас не вижу чистого урона а тут есть чистый урон может из-за того что они опять же были 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 не были биты так скажем ой 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 к ним подходить как то опасно я бы сказал так добили одного у них а у е же еще вот это вот крутится вертится когда стоишь вот такой вот толпой веселой гурь бой но больше никто вылезть не должен по идее поэтому можно экспериментировать но возможно мне нужно просто да тут тут другой другой в принципе ключ нужен ок еще закрытая дверь справа что справа тупик видимо нужно проверить вот эти вот спуске кажется второй ярус это не предел добрый вечер джеки три разных цвета нужно я уже понял что дело не в последовательности если мы и то и другое попробовали явно дело в цвете ой а вот и шпиль и рисунок кажется мы может на основе двух рисунков сможем если отталкиваться от того что они симметричны прижимая кусок угля к пергаменту вы получаете размытый но пропорциональный отпечаток древнего рельефа смотрим камень толкования возможно это как раз мы камень тот взяли о так тут а это шпиль заката не тот шпиль который нам нужен вы издеваетесь или там такой же рисунок может быть нет тот который мы делали в прошлый раз был же еще и новый может быть он в инвентаре умеем а еще эликсир искусности есть эликсир искусности стойкость смекалка быстрота точность в общем кому же точно сложно магам вряд ли ученицы точность нужна пока не буду пить сундук открою так это все что у меня в сундуке это а типа не помещаются вот да но если он симметричный то он очень короткий во первых и я могу попробовать нарисовать его то есть у нас фактически половина есть его этого рисунка давай-ка мы его возьмем что нельзя нельзя убрать из тайника класс хорошо значит основание треугольник левый вверх и такая полуокружность окружность может быть только отсюда то есть по сути нам нужно зажечь так так то что мы знаем это выход на треугольник да и о моем удобно то угол через центр вправо прямая линия через центр нифига не прямая то есть это может быть вот вот нет это не может быть это то есть линия должна быть типа прямая а тут такой с угла именно нет так может отталкиваться из центральной вещи то есть основание центр наверх от буквы х тут нет буквы х может вот это вот имеется ввиду вот так вот и вот так сейчас на жизнь сброшу то есть нам нужен треугольник с пересечением по центру и он может быть развернут как угодно еще каким образом ты можешь нарисовать букву x букву х точнее таким образом ты можешь нарисовать букву х если рассматривать боковые как но это не точный вот это он может быть какой-то какой-то вариант что мял я же предлагал тебе выйти что-то орешь предлагал предлагал сейчас пацаны код да уж забьем но мы сюда вернемся в любом случае настолько две части из трех хотя рисунок не полный может из четырех есть еще с выход слева внизу но там насколько понимаю шоткат просто на возврат на первый уровень мы проверим все равно вдруг не туда верю в тебе в ту изобразительность да конечно отлично да тут даже табличка сарказма не нужно тут просто зеркальный понимаете это точно выход на прошлый уровень ну точно выход на прошлый уровень потому что они вот как раз в этом месте и находятся я явно где то что-то пропустил какой нет это не выход на прошлый уровень точно выход так во первых во первых открываем тайничок берем бутылек ставим едем дальше так ну сразу цены агрятся это норма я раскидываю 1 раскидываю все лучше с параличей начинает если честно все-таки и параличом бы range повысить как-то нехорошо выходит или на старте контроля добавлять конское количество ну паралич паралич есть я думаю пора врезаться соответственно в как угу ой вот так вот угодно так вот угодно раз так вот угодно два заодно и проверим работает или не работает подойди вот сюда еще там еще новые бегут и вот так вот три давайте да работает учитывая то что уроны есть 80 60 точно работает 123 х-ля-ва плюс один уже сразу же здесь так здесь так здесь так ну ребятам еще двое ну почему бобер ты меня лег это понятно добьем добьем молодец бобер не добьем все минус 2 они еще лечатся после убийства цели кажется там какая-то пассивка есть так записка похоже это наспех на царапанные резко отбрасывающая резко обрывающаяся записка написано кровью вы можете разобрать ли следующие слова не доверяет джакому это как раз видимо тот товарищ который лежит и который в сферке он обещал мне долю с опальными если найду его дурацкую булавку для плаща или как этом там называется ложь это все ложь с тех пор как я все сделал эти шутки эти штуки охотятся на меня я могу слышать их в темноте видимо еще один спуск да вы издеваетесь или подъем или спуск я уж не знаю что это такое сколько за имба отдал ничего не отдал просто нашел сидел увидел понял и вперед а вот он шорткат на третий этаж все теперь сошлось что куда ведет нужно получается еще два знака найти каким-то макаром ох длительность продолжительность действия на паралич хорошо зайдет вижу еще ой здравствуйте здравствуйте да ну брось медленнее она работаем паралич 1 паралич 2 и паралич 3 пам-пам я лучше буду бить по дальнему потому что он наиболее жестенький да паралич на всех срабатывает сейчас мы втроем прикладываемся к дальнему это 1 2 это 3 но он еще жив ведь он еще жив смотрите как оказывается 29 56 38 83 10 влетело влетело шикарно шикарно сделал так потом так а потом соответственно так с бак заберет бак заберет отлично и еще остались заклинания которые позволят по крайней мере с вот этого я ночь конус я еще в кд откатился давайте давайте кто остался давайте молодцы сражения идут я без этих с пылом бы долго с ними мучился там шлем бы юзал ооо тут опять видимо нужно положить что-то для того чтобы нет сапфировый светоключ далее еще один светоключ привал и это что кусок таинственного металла вы не знаете что за металл обратитесь к мастеру кузнецу в кузне шпиле возможно сможет поведать больше чтобы лучше изучить предмет отнесите привала нет и делать не буду чтобы не убирать баф по сюда не пройти пока что да убирать баф по знаниям это лестница наверх наверху лут справа шорткат но я вниз пойду соответственно угадал угадал продвигаемся туда вы сначала угол с вами за закроем ох сапфир перебор перебраться не могу а как а просто разделяемся общем я думал что все конец мне оставим здесь танком пусть кнопку жмет что мне определенное количество врагов так ты лучше про лизу и остальные то есть пролич должен кидать человек который все находится для увеличения вероятности собственно так заходит вообще как я рад а как я рад как я рад что нашел такую имбу просто имбу настоящую да и бабера добила 90 урон и чуть-чуть не добил ладно адреска стоит быстро он все равно парализованы пока подойдет смрет давай 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 к стой к стой к стой там сто двадцать и он так и это а невозможно выполнить действие боя но у меня знаний не хватает продолжительность воздействие номер 3 хорошо то есть теперь мы берем заклинание пролича в первую очередь пролича конечно же могильная хватка и увеличиваем еще длительность 165 бобер справляется с без без штрафов подождите все-таки могильная хватка же параличная здесь знаний не хватает просто 125 100 хотя нет 125 хватает обновляем здесь 120 135 может даже лучше когда и оставить чем чем длительность воздействия где 5 секунд это значит что мы сможем еще два раза заклинание произносить пока человек приходит в себя о и камень толкования второй же камень идем в результате комнату открыли можем спокойно теперь двигаться дальше что за анонс там тоже написано все будем ждать окончания стрим марафона так тяжелый ключ камень я лишь между мирами добавлено примечание нашли холодный тяжелый могучный артефакт большая сила может быть как раз я смогу вот на прошлом уровне 1 2 далее по цели четко работаем по одной цели четко работаем давай вот так лучше и от ли тоже подключается я тут правду не парализовывать но ладно он все равно не так много урока лиза паралич обновлю у него пройдет через парус так итак этого должно хватить того залпы из 3 2 3 выстрел а нет от третьего хватило великолепно то есть есть еще необязательное задание до холодные тяжелые возможно те самые два ключа которых мне не хватало в прошлый прошлый отлипает подойти за лантре оттекер ажу команда такой раньше не очень вот ли бар бар bye стол um здесь лучше его этой обилке главным и прогрессии не забыли потому что он такая эффективная про этот дождь из метеоритов тоже забыли Потому что более эффективны Вот как раз Законами которых действует этот сигил О, еще А, рисунок углем Прижимаю кусок угля к пегаменту Получайте размытый Добавлен заполняю оставшиеся Вроде это конец То есть мы сможем сейчас шпиль уже открыть Где Да, вы издеваетесь Да Вот, нет, это старый Вот он Понятно все Не до конца причем Ну, во-первых, он симметричный, да И понятно, что делать Пойду я, в общем, шпиль открою сначала Здесь шорткат идет Еще денежка Так мост А, может здесь Слушайте, я же еще оставил За собой Не включенный этот Вот здесь вот я еще не был Пройдем, посмотрим, конечно Здесь синий был По логике Это должен быть Красный, наверное, да? Хорошо Ай Нет Или они скрабатывают по скрипту Либо Я не угадал Да что ж ты не кастуешь Повелитель огня Бах 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 Нет, извините Как они жарят Я здесь Вазе взял Все, что нужно Правильно Правильно Сейчас могу Я здесь, в принципе, все взял Ну, кроме того, что вот Вот этих вот не лутонул Ой, тайник Тайник увидел, тайник Увидел вот здесь вот Тайничок Как я его пропустил в прошлый раз Классно Сейчас, во-первых, откроем шпиль Попробуем использовать Открыть там В той комнате Кажется, не получится Это Слиток И свиток И пойдем с боссом сражаться Я уже предвкушаю Как можно одну цель Вот этого одного босса Разуплотнять Учитывая 4 паралича Серию точных заклинаний С увеличением Урона Который Который наносится В зависимости от количества хп Самая большая проблема Именно вот снять первое хп Для этого, возможно, стоит использовать Чистый урон Универсальный Типа взрыв хаоса Или там Какую-нибудь хватку Что-то в этом роде А потому что Как только он будет ранен Там уже начнется процесс Который не остановить Так, во-первых Иду Может ближе Может сюда зайти Ну вдруг Можно будет поставить Вторую урон Не сюда Но сюда Да Понятно Осталась третья Собственно Как подсказывает Кэп Откроется вот эта дверь А я пойду В шпиль Третий шпиль Из пяти Такие маги Клевые А потом же еще другие выражения Должны появляться Я могу сейчас быстро переместиться От шпиля к шпилю И посмотреть Какие сигилы в продаже есть Именно для этой школы Этой стихии, так скажем Так, треугольник И от центра Вот тут Видите Неровные линии Вот где я наложил То есть я думал Что это ровные линии И искал ее А ее нет Треугольник И с центром В разные стороны То есть мы зажигаем Вот этот равнобедренный Ну практически Равнобедренный треугольник И уводим Симметричным Вот так И в правой стороне Кажется то же самое Похоже? Похоже Поздравляю Третий шпиль Еееееее Могущество Могущество Я все ближе и ближе К Архонтам А, можно листочками закрывать Ясно, да Это косяк И вот он Новый шпиль С новыми возможностями Я сразу накуплю себя Сюда этих рабочих Самых разнообразных Ой, хромакерри бит Сейчас быстренько поправлю Хотя Пофиг Это уже эпичный момент Уже знакомый Что я Что я Что другие моряки Мы этим шпилем Всегда пользовались Для навигационного Счисления Тысячу раз доводилось Его с моря видеть Но вот чтобы Наоборот посмотреть Такое мне и в голову Не приходило А красиво-то как? Лантри говорит Веленивает стадели Многие спорили Как далеко нужно Плыть на юго-запад Чтобы достичь Края океана Глядя отсюда Я думаю Что ответ Бесконечного Будет самым правильным Глядя на Сине-зеленую Океанскую гладь Простирающуюся На юг Насколько Хватает глаз Лантри торопливо Делает набросок Пером Нет в том Нет в том Что мир велик Никто не сомневался Настолько он велик На самом деле Понимаешь Насколько он велик На самом деле Понимаешь Только узрев его С высоты И как же далеко Простирается этот океан Вот оно Кузня Лазарет Телетренировочная Площадка А можно все Кузню хочу Тренировочную площадку Хочу Так Если тренировочная Тренеры Точность атлетики Хитроумию Вот Улучшать Изготавливать Оружие и доспехи Парирование Уклонения Тоже пойдет Или Лазарет Зелье предметы Выносливость Воле магия Кузня Короче А что Кузня У меня столько чертежов Чертежей Чертежов Столько надавали мне В свое время А Кузни нет А сейчас есть Кузня Все хорошо А в прошлых шпилях Кажется Не забыл выбирать Правильно Кузня Ничего себе Приветствую Вершитель Судеб Чем я могу Помочь Выковал Что О Кинжал Рукоять Шлем Так Пронизатель сердец Кинжал Подназывать ему Пронизатель сердец Да неужели Дай-ка мне эту книгу Просто не верю своим глазам К сожалению Здесь написано Слишком мало Чтобы я мог Сковать Тебе понадобится еще одно Деньки ночного ходока Нагрудник командира Его мою Перегруппировка Так Короче Мне пока ничего Не по Ну Не Не получится В общем Ничего сделать Пока я не найму Рабочих В Кузню Насколько я понимаю Да Это вот простые люди Которых Да Как там Необходим Рабочие Кузни Да Это видимо Они и есть Шесть человек Сразу покупаем И все Раз Два Три А тут Их больше На выбор Уникальное Оружие Раз Огонь Холод Молнии Хорошо Знания Есть В Кузне Вряд ли Неизвестно Поддержал У меня Озвучка Не работает Нет Нет Уши И нос Могут расти На протяжении Жизни Отлично У моего отца Тоже нос Такой большой И Ничего в этом Плохого нет Меня сейчас Больше беспокоит Что он Снова Заложился Где-то Кот Я подозреваю Что она Снова Полежала На столе Несмотря на Запрет Так Железные Слитки Для изготовления И Наверное Бронзовые Слитки Все Так Что я могу Посмотрим Что здесь есть В принципе Опа Сигил Прокалывание Берем Лутаем Что есть 10 Бронзовых Слитков Я хотел Еще Закупить Сигилов Проверить Помните В библиотеке С целью Как раз Сириэс О Вижу 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 Что там Спрятал Гат Меч Бронзовый Меч А здесь Что можно Сделать Выберите В рюкзаке Оружие Доспех Для улучшения Допустим Посох Три часа Он будет улучшаться Увеличится урон Короче Ничего не поменяется Нужно улучшать Скорее всего Улучшать Предметы Типа Арморов Вот например Такой Категория навыка Ой в смысле Категория магия Ага Невозможно Улучшить этот предмет Понятно Так Что Я хотел То есть Легендарный Не улучшаются Понятно Тринки Тоже не улучшаются Ой Ей Кипарик Можно улучшить Броня Единичка Колющий Дробящий Плюс 2 Идешево Вот так Но ей точно Нужно улучшать Это раз А там еще Еще может что-то улучшиться Отражение И точность Повышает Давай Раз Ее Еще можно улучшить Два И еще Три Четыре Все максимум Пять брони Только в шлемаке Двенадцать с половиной Огненный Электрический Ледяной Какая Халява Ё-моё Резисты Двадцать пять Средние И восемнадцать Броня Основная Серьезно Это же Такая Халява Ребята Такая Халява Может еще Перчаточки Улучшить Потому что Они тоже Рубящий Электрический Магический Семь Слитков Правда На самом деле Мне наверное И так Хватит Этого танка Хрен пробьешь Вообще Хрен пробьешь То есть Средний урон От людей Как раз Ну Влетает Не знаю Разный Но обычно Там Двадцать Тридцать Ну За редкими Исключениями Типа Там Какой-нибудь Сильный А прикинь Что тут Можно С барвиком Да 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 С тем танком Конечно Можно Отлично Погулять Но кипарик Просто великолепный Броня Пять Двенадцать с половиной Стихийный Отражение Еще Двенадцать Ну Хотя Там Не так Сильно Апается Окей Мне нужно Понять Вообще Что у меня По слиткам Хотя Наверняка Их Можно Затаривать Нон Стоп Просто И Все Все Таки Дед Должны Отображаться В Одином Месте Хорошо Допустим Будет Еще В Какой-то Может Шлемак Шлемак Хороший Стоит Дешево В Восстановлении Меньшим Да Давай Раз Двадц А А Вот Вот Двадцать Слип Понял Бобра Все Хороший Шлем Знания Эти И подняли Армор И уменьшили На 0,2 Секунды Восстановление Что Немаловажно Ох Может Доспех Еще Какой Ах На восстановление Там Восстановление Так Небольшое Перчатки Что Перчатки Ничего По восстановлению Не дают Поэтому Оставляем Как Есть Очень Круто Я Сбегаю Во-первых В Шпиль Заката Для начала Шпиль Заката С библиотекой Знания Поднимем Атли Знания Поднимем Лантри Плюс Пять Плюс Пять И Сигилы Посмотрим На молнии На Тератус Или Как Это Называется Так Во-первых Говори Что Есть Как Продвигаются Исследования Два Свитка Окей У Этой Не Не Надо Тренироваться Повышаем Знания Уфилии На два К сожалению Только Можно Управление Молниями Ну и тут Конечно же Знания Очень Важно Пятерочку Лантри Знания Апнули Ту-ту-ту-ту-ту-ту И Сигилы Сигилы Можно Еще Покупать Этих Стоп У кого Кто Торгует Тоже Тренирует Не помню Кто торгует Вот Это Торгует Вот Оно Бесконечные Границы Надо Смотреть Что У меня Есть В принципе Лучше Лучше Брать Все Область Действия Заклинания Нужна Да Для Грозы Проникающей Сили Пробивания Брони Нет Радиус Действия Да Ударной Силой Проверим Точность Тоже Нужна А вот Большой Сигил Силы Насколько Он Большой Возможно И топовый В общем Да Я его Не знаю Тут Написано Когда Сигил Быстрый Волжбы Волжбы Скорость Восстановления Какой Там Материальная Сила Защитная Форма Фигня Воздействие Метки Любопытно Не видел Ни разу Такого Дорого Я понимаю Но Знания Знания Нужны Очень Изучаем Эти Сигилы Отметка Урон 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 Сейчас Обязательно Поставить Четвертый Там же И чистый Урон Возрастает Ё-моё Всё Ребят Новая Жизнь Начинается У меня Столько Новых Вот он Максимальный А нет Это третий Ладно Урон Максимальный Есть Тут Перешагнули Через Через Один По Рэнджу Тут Перешагнули Через Два Или Три По АОЕ В грозу Добавить Этот Что У нас Упреждение Его Никогда Не было Тут Перешагнули Через Наверное Три Просто А нет Через Один 15 30 45 Точность А тут Два Новых Первое Это Что Господи Как Как же Мне Ладно Давай Вот так Сделаем Раз Выражение Сначала Нужно Выиграть Метка В течении Метка Что Дает Ааа Такой Еще Получаю 20% Точности Одно Заклинание С меткой Лучше Сделать Человеку Которого Самый Высокий Навык Знания То есть Максимальную Точность Метку Что Вот С этого Начинать И все Чтобы Остальным Было Проще Работать По Одной Цели И я Наверное Учитываю То Что Так Уберем Уберем Ну Типа Урон Дробящий И в него Положить Меточку Ну Ну сделан 14 метров и время действия метки увеличим до 20 секунд до 36 секунд что тебе еще может понадобиться попробуй лед кстати лед может быть долет лет кажется лучше будет дистанция 2 метра контроль заморозочка неплохо ну и меточку ставим и длительные заморозки тоже хорошо идет точность или кд точность 60 то есть критом сразу же да но крит на длительность не влияет так что лучше так ровно не нужен может ауешечку зарядим 165 4 метра радиус офигеть вот это это поворот вместо данного заклинания окей так пока не забыл грозу грозу на ауе 170 как раз 170 знаний гроза будет жесткое соглушением ауешным класс ты не справишься те чтобы выучить ладно давай давай так хорошо дальше что я еще хотел я хотел смотри что ты получил в принципе по можно апнуть точность а вот дистанция дистанция точно заряженному кулаку не хватает зданий а почему шаровая стоп чути шаровой молнии вообще давай давай заряженный кулак ему range 165 все теперь он на 8 метров бьет и все обновил раз воспламенение ты им не пользуешься электрошок электрошок дистанции так хорошие но в принципе можно сделать два метра всего лишь может упреждение сделаем увешка не пойдет ладно давай просто раньше немножко обновим так тут призрачная стрела обновляем дальность давайте без меткости лучше но попробую ауе поставить хотя вот опять же вопрос ауе будет работать а вот здесь вот можно сделать range радиус вот вот для чего след ключевое агильные хватки бы тоже добавить рейнджа придется избавиться от перезарядки скорее все такой быстрый так с бобром разобрались тебе все нормально призрачная стрела хотя бы так range свет таратуса желательно вообще range но тебе не хватит а лучшись так на сократить урон даже даже пусть он сократится вот так что основной урон идет все-таки от этом тоже действует свет таратуса могильная хватка не получается и последний свет таратуса ауе убираем и укладываемся под десяточку щука да стопа у тебя же не работает вообще это обилка всяк у него не работала в свете таратуса обилка ну вот это и вот не было очень хорошо сейчас улучшаем заклинание прямо на глазах ах хотя лучше так у стрелы и так хорошей range 10 метров все в результате в результате можно во-первых еще отдохнуть не в этом лишь пилили в следующем в этом шпиле нужно отдыхать я здесь и нахожусь а где моя койка видимо не в этом когда получается шпили отдыхать нужно закупил всяких сигилов самое главное range увеличили вот на на конусное заклинание вы с могильным светом очень хорошо зайдет есть же тренер который тренирует заклинание я пока его еще не нашел найду обязательно обязательно возьму какая разница если баф общий от всех шпилей я не знаю ну тут тут у меня койка разложены я решил что буду здесь отдыхать вот и возвращаемся в океанский шпиль сразу пожалуй в они подождите мне же там должны были рабочие сделаться правильно если должны были рабочие сделаться то можно посмотреть что можем скрафтить такие возможности шпили дает конечно сумасшедшие сумасшедшие даже тот факт что вроде все под подтянулись выковал кое-что давай нехватает уже ингредиент накидка гончиво бронзовая кольчок двойной кожи можем вот этот артефакт сделать аксессуар получение крит урона минус 10 процентов прикрыт попадания оружием а это мне типа нет может чик какой-нибудь обилку щита половина урона пока здоровье ниже треть характеристики 26 715 парирование уклонения выносливость 26 715 26 715 уклонение будет меньше парирование будет выше из тоже есть табилка что здоровье ригенец при ранах она не такая полезна на мой взгляд чем половина входящего урона давайте возьмем этот щит можно посмотреть на другие еще предметы искусность магия е-мое нельзя так так просто давать ох истощение могильный свет клинок чародея одноручное оружие на грудник командира на грудник командира перегруппировка хэдхантер недостающий этот перчатки алхимика направление жизнью двадцатка о скромность магический посох скромность 5 ко всем атрибутам магии шелковые перчатки искусность ладно давайте щит сделаю щит же можно еще улучшить учитывая то что он хотя не факт что можно его улучшить а и он будет некоторое время его еще делать окей ладно я думаю достаточно всяких бафов пойдемте воевать а щит только баррику бывает четыре слитка в никуда буду внимательнее читать не стоит торопиться хотя я просто стараюсь чтобы вам было не так скучно пока я там накидываю заклинание там что-то крафча я понимаю что тут нужно делать потому что как бы сразу герою 1 одна кепка вот птички этой певчи здесь 3 3 кажется нет у меня еще да я проверял перед тем как зайти в шпиль поэтому 3 камня у меня кристалл этого нет тогда я возвращаюсь в вот сюда вот на первый ярус попробую поставить две остальных плитки вот эти вот в центре и скорее всего за этим последует сражение сирин топчик да да определенно то есть у баррика проблемы с резистами ну во первых как бы песни для начала если тебе не хватает таунт пожалуйста изучай заклинание делай таунт welcome знаний у сирина хватает для того чтобы таунтить врагов в следующий момент ну она бард она бафает всю тему плюс у нее в отличие от баррика не просто резисты ну то есть не просто броня там колючая режущая и там у нее еще резисты элементальные очень высокие благодаря шлемаку поэтому да она клевая очень нет ни одного ключа мне еще как минимум одного есть подозрение что его в принципе нет в этой части хотя это маловероятно нет он должен быть здесь его где-то упустил скорее всего его где-то упустил бросать идти в другую локацию я не хочу ну то есть это все-таки квест холодный тяжелый где я мог пропустить первый этаж я обошел полностью на втором этаже только одно не исследованное место здесь все посмотрел вроде да да он точно в этом лабиринте я согласен мне вернуться на третий ярос все ли я там просмотрел кажется нет то есть на втором есть только одно место одна не открытая дверь то есть вот оно больше насколько я вижу это фигня тут конечно что-то светится но а есть кажется дверь есть кнопка стоп вот оно но вот дверь вот кнопка как-то я пропустил эту все тогда проще о изверкогонек народу конечно тьма просто тьмущая ну хорошая новость у меня есть ауешечки хорошие теперь уже повышенный рейндж работаем работаем о грозу можно сделать да у них там резисты бла-бла-бла но контроля может то есть там же стан у меня в грозе поехали раз давай пока так пока подходит люди надо им бюро чисто наносить да глушение работает даже на них все гроза работает благодаря хорошему ауе все они в полностью под контролем взрываемся раз делаем так 2 делаем так 3 и еще рейнджа много-много сейчас все взрываться должно вон пошел урон 77 38 40 49 50 не хватает ауе для электрошока вот на будущее тогда я смог бы закидывать все ну по всем мочить просто так ледяной шип это чисто для метки я оставил да шаровая что лес идет так так захот хватает аудио может измолнился кличка лица уештый мне кажется стоит вероятно не как кущая простым кущим нет не так так сказать делаешь я врываясь чтобы не скучно было врываясь хорошо уверенную там глядишь откатиться что-нибудь откатиться паралич лучше пробежать вперед паралич раз о могильная хватка 2 бобром еще можно стрелять вот у них вот выбор очень хороших молодцы просто молодцы так бобер 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 ну давай ну ты можешь достаешь же достаешь же ну он не видел просто видимо так паралич 120 он 123 наносит повторно там 90 level up идут я я просто рад просто рад за пацанов так бобер должен выбрать что-то одно да он не пользовался практически ничем эффективность щита конечно удар щитом мощь пока не буду ничего выбирать я не знаю что мне может помочь принципе такое что прям я и станет прорывом в тулантре проблема с тем что он без все заклинания не втоги надо ему в районе он и готово раз до вас баберт было здесь пока товаре есть товарищ плотный вот как босс и у него full хп него эта связочка действует конечно не так эффективно к сожалению но мне есть чем снимать собственно хп раньше как-то я снимал их правильным а в районе стойку бобру не вкачаешь на хорошее вопросы я стойки там не видел и надо ее обязательно посмотреть ну если она есть такая просто минус 15 . то я с удовольствием постоял бы тут добили добиваем бобро это интригует стоечка стоечка стойка несокрушимости пробиваемая броня лесом время восстановления стойка blitz нужно что-то выбрать из этих двух желательно пассивные вы точности фигня хотя пробиваемая броня а добавляет эффект пробивания брони я скорее всего надо брать что-нибудь вот такое хайлевельная пока что да вот пассивку победа в поражении быстрота урон на полминуты если у главного героя опускается здоровьем на какой-то а не выбралось что сохранять да готова еще одна такая сэйф сэйфа белка не может может сыграть роль ах не угадал ну ничего и а ты че не кастую что странно что иногда приказы поин с двух сторон приказы не очень хорошо выполняются не срабатывает почему-то не знаю но такое бывает бам-бам ландри как-то страдает бедолага я заклинание на кд поэтому поэтому страдает вот так надо было сделать пам-пам-пам ту 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 урон конский вот просто пара костов минус 20 хп и и и как как это врагам конкурс сюжет сражение даже без может даже пауза брать срабатывающую по и по окончанию белки как раз нужно оставить паузу стоп давайте посмотрим и автопауза как минимум привет в трех ивентах срабатывает сделать так чтобы пауза срабатывала только при старте ивента или например после окончания способности может быть кстати так и стоит автопауза используем заклинание начало боя движение отряда вот используем заклинание когда противник начинает использовать это убираем все тогда будет быстрее значительно то есть по сути только в том тогда когда мы опа гидромантия управлению приливами приливы а что за приливом я вообще не пользуюсь кажись метку ледяной шип ульт альт да он сейчас пока не нужен не метка ледяной не ульт ох есть вот оно последний 4 4 ключ амбер крылья предвестника очень хорошие характеристики время восстановления минус 10 процентов увеличение скорости при движении в бою хорошо что мне тот чит не по не подошел а это что бронзовый катар точность восстановления пробивания брони продать продать но вот этот щит хорошо должен зайти до уклонение меньше на уклонение видите 120 парирование как раз об ним парированием на 11 плюс еще появляются быстрее в использовании способности 10 процентов и скорость передвижения я бы вообще дал щит какой-нибудь подобный стоп а если я щит просто дам а восстановление 0 4 там 0 5 как 0 5 там 0 1 вообще а он в процентах от текущего восполняет 10 так то у него восстановление серьезный окей тут тут и мы можем вот сейчас мы точно с вами можем уже выпускать этого босса согласись что обсидианов есть проблемы сложности после половины игры все развалились слишком быстро должны на сложности что пве что в тернии а я на самом деле не помню что было этого экзайла хотел сказать пилософе тяните в влайте кто у нас там был по теме и неужели мы в конце не умер мы умирали на боссе не с первого раза его на самом деле я не знаю каким образом можно решить эту проблему потому что хотя нет это можно решить можно сильнее на хайлевле ну короче не так пропорционально уровнем менять сложность по что если ну короче можно сделать типа не линейную вещь а прям прям убер 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 на высоком уровне потому что в любом случае пройти можно даже если в два в три раза монстр будет не на 50 процентов даже в разы реально в разы пройти можно чтобы был реально челлендж ну что босс судя по всему да как я же взял ключ а нет я взял не ключ камень я взял тему которая открывает короче назад набежать тупой ты всех убивал автоатаками да ладно я помню что с боссом были проблемы помню что автоатаки точно нет потому что там в связке работали несколько людей этот паралич у повелителя огня был немного разных способностей точно не с руки ему кинуть паралич и быстро там одну цель убить и не заморачивался способностями тогда но в нормальных замесах было все по-другому молнию ставил и все руки от клава отводил молнию я уже не помню такая помидырявые так красный синий оранжевый все открывается дверь бабушка перчаточки а это что такое чертеж презрение легендарный дротик презрению в записях отмечено что для создания наконечника использовать некий таинственный металл у нас кажется есть что-то подобное и наруча торговцы но они были уже как стоп ловушка хорошо а еще один сидел лук могильный лук урон очень хороший дистанция отличный пробивание великолепная восьмерка прикрит попадание противники в области снижается защита магии воли и выносливостью радиус господи радиус два с половиной метра плюс радужная стрела после этого хочется фугу сразу возвращать и последний яркий ключ камень дает 4 выпускает стрелу все враги на ее пути получает урон и ослепляются при попадании в погибли происходит небольшой взрыв который наносит магический урон всем погибелем поблизости могильный лук а я только-только от фуги а не можем вернуть конечно и и паралич 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 все все при деле все накидали паралич и все молодцы ауешечка 1 ауешечка 2 и ауешечка 3 эти одновременно они вообще могут часы просто убить вот у хотя там изверг вряд ли раз все что ли а почему не попали ребята ребята я же вас хвалил я же вас нахваливал как мог изверх просто нет тоже умер что файл да что денешься бобердовая душа что там засидел я даже не не видел вообще такой магический всплеск сидел магического всплеска так я запомнил тебя допустим так допустим так вот он время восстановления 10 процентов в течение шести секунд то есть упреждая и отбрасывая назад нет пока пока не буду не отбрасывание вредные вот упреждение конечно полезно но учитывая то что есть паралич на фига мне упреждение побежали вот теперь точно все еще лучок нашли прекрасный лучок сравнению с тем что у фуги это а еще фуга хороша будет с этим луком тем что во первых она критует при крите снижаются защиты в том числе против магии и хотя какая разница ты все равно основной урон наносишь чистым уроном заклинаниями благодаря тому сигилу вот не поднял не то прочитал вот не поднял это я умею да не то прям прочитал да да вот шон нет он только один такой магический всплеск почему не то прочитал спускаемся готовимся к босса моральным чем дришн с этой стороны не пойти тут у ду 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 я готов по вас работать по одной цели вообще с большим удовольствием поехали отключить ловушку душ за ладони да появляется пустошитель зря я отошел всеми остальными это 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 ошибка это ошибище я бы даже сказал почему такой славенький даже кент мув паралич словила подруга ничего страшного пока он там парализован мы все нормально нет паралич не нужен тоже не нужен давай оглушая его дальше при чем достанешь доставая тогда нет не надо огнушение нет паралич давай паралич паралич маги работает ребята маги деле об 2 пошел и еще раз ладно подходи подруга там эти выходят гады об об подходим ходи на бас не бойся об и а где где что вообще почему не попали налет я не понял штука стоит шквальная мощь мне пугает они нормально все будет мая все будет не переживай осталось недолго а видимо из-за того что я не попадал по нему ладно давать тогда заклинание 1 70 39 здравствуйте могильная хватка бобер там уже в при смерти товарищ бывает ничего страшного там конечно вот эти вот выходят изверги ничего ничего скастовал молодец хвата его мне не хватай что может сделать стране записи на себя пусть саппорт готовится лечиться сработало кстати ранее ну это то есть на стирание что-то что срочно сработали ребятам обливать уже я понимаю что осталось чуть-чуть а вот это чего подруга реально ты-то чего отличный вид носка вставал конечно давай заряженный кулак тоже мне не заряженный кулак призрачный стиль за играть и слышь ты вина раз будет есть минусы и здесь шибра стемнейшую понимаете так я тоже понимаю да получил там ранку бывает страшно жизнь по фаске грозу соглушения гроза соглушения бы зашла очень хорошо да согласен прям вот в точку совет очень хороший без шума но я учитываю то что вы протупил антекарами ранку получился этим так вот награды а так а осталось главный главный не забыть главный не забыть лот лот должен быть хорошим опа вот она девайс квестовый инс инсигния непоколебимость эту эмблему изготовленную по образцу боевого знамени оплота носил каждый первый регент со времен когда королевство было высечено из камня ярусов а просто вот ну это не выйти из бреши в старых стенах выйти из бреши выйдем без проблем еще 45 минут осталось до окончания тиране ну можем чуть чуть подольше почти там тоже к двадцатому левелу идет этот в общем наш саппорт но маги получаются выгоднее чем вот даже с луком если передавать фуги этот лук говорит бери стреляй маги все равно полезней тем более он еще ждает для пати опачки нас тут встречают здравствуй добрый человек тракориус говорит значит старые стены тебя не прикончили по крайней мере на этот раз кто ты такой и что важнее почему меня это должно волновать не знаю стал ли ты таким дерзким в суде тунана или из-за того что слишком давно не был в достойном легионе я считаю что тебе стоит сильнее сожалеть о никчемных решениях которые привели тебя сюда и не собираюсь допускать тебя к твердыни часовых предатель давай брось инсигнию непоколебимости к моим ногам он указывает на сапоги кончиком оружия бросьте ему в лицо пригоршню земли командир опальных провожает взглядом в ваш импровизированный снаряд который рассыпается на ветру попытайся еще раз когда я подойду ближе давай покажу он делает шаг вперед готовясь атаковать так дар голема вечная зима статический разряд что-то они тут вообще мутят непонятные ооо непонятные наверное нужно хаоса и разбежаться в разные стороны остальными возможно стоит достать пролечом по крайней мере по одному вот этому упырю или даже наверное вот так лучше сделать это раз а ты подними-ка этого товарища хорошо подруга идет вперед правда нужен таун судя по всему давай вот или не давай вот вот так вот сделаем подняли опустили так бобер самый центр хаоса взрыв хаоса нужно делать тут пробегаем от чтобы не было спешек бобер взрыв хаоса по четверым раз с с пролез на этого пупыря на него же начинаем работать по одной точке отлично бобер переключается на него же испуг ошеломление утомление огромное количество проблем у них уже сейчас концентрируем удар на ну можно так даже я бы подошел вот так не достаю по третьему ну ладно ну ладно тоже подходи ой хорошо сейчас зайдет и вот так вот еще ой вообще шикардос шикардос так он сейчас умирает этот герой главный раз просто такое унижение унижение парализ парализ хотя у этого с со поселения какие-то конские парализации по воле видимо да по воле там 158 лучше молнии месите он выше вероятность попал ведь чем-то меточка там стоит мы видим заходит очень хорошо так ладно 35 процентов мне как-то вообще не радует но это лучше чем да sorry так и бобер еще вай где только стоит нифига не делает хоть бы не знаю потаковал бы консервы да еще минус один занимаемся за следующим ох жжется ошеломление потом можно подлечить это все безобразием что это такое что это такое может кстати у электрошока и воспламенение будет работать с скорее всего будет работать конусные как свет тератуса будет воспламенение нужно всем исполнили надо дать еще тогда будет добро тогда будет очень хорошо что это запомнили сразу после этой битвы не забыть не забыть ни в коем случае так убили еще одного переключаемся на последнего веточку сейчас на него поставим как раз дальше можно его поднять опустить все равно перезаряжаются вещи разные награды редко пошла так не хватает видите заклинание все равно если прям кастуешь все друг друг за дружкой не хватает не хватает умрет сейчас от последнего вернуться в твердыни часовых настолько простые битвы так пока не забыл накидываем 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 как он называется господи воспламенение мне нужно воспламенение так оно у тебя есть вот оно воспламенение почему ты его не используешь на бас не знаю ну используй вот у этой подруги да воспламенение нет ей вместо фаербола можно поставить например какой-нибудь воспламенение воспламенение доп урон 65 максимум урона 115 и range как-то так все вытаскиваем стопа у тебя воспламенение здесь хорошее 102 да лучше не сделаешь и у тебя соответственно тоже да 162 да все хорошо то есть теперь мы просто вытаскиваем еще одно заклинание и вот он вместо скажем так как мы станем поменять и сюда а ой так нужна эта обилка все-таки поставлю так то есть ты берешь так 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 и в результате получается у каждого из магов по 6 заклинаний с разными побочными эффектами высасыванием парализацией каким-то электрическим уроном плюс еще чистый урон ты вернулся расскажи мне о пережитом иными словами как тебе будет удобно вынужден проститься стопа куда мне вернуться твердыни часовых с помощью инсигнии непоколебимость можете выдержать свирепые ветра а это там где там где там где мы не могли пройти просто там где мы не могли пройти вот твердыни часовых а это у нас основной квест или вспомогательный такой вопрос да это необязательное задание так что мы его сначала доделываем может быть там даже не новая локация может там просто откроется кусочек небольшой на карте и и что то что то должны дать может быть сам артефакт превратится там в ну что его можно использовать будет абсолютно не как как я тут был но не полутал что бронзовый осадный щит нет я не был в твердыне я был просто тут заново как будто она открылась ты небесное клинок кашляет пару раз прочищает горло мы недооценили силы кайроса в уголках ее губ играет едва заметная улыбка и ты и тебя предстоит совершить такую же ошибку никто не останется из вас здесь надолго чтоб ты сдох рычит она закатив глаза умирает от плачных ран что здесь произошло ребята так кого мы видим небесный клинок характеристики так себе подходим чуть поближе вот пожалуйста ловушка успели работаем но почему-то у меня иногда просто не срабатывает я создаю задание но они не уже говорил я об этом не срабатывают сообразие считаю это негатив мы будем я об этом по одному урону потанку наносят такие наивные я понимаю что они действуют как могут делай нет слов сплошная халява там такой урон вылетает я не знаю как с оружием в принципе можно такого дпс добиться но люди в люди люди падают и и и очень быстро опять же главное про дэмэджи потом уже шансов практически нет никаких ой да я вроде это место узнаю а вроде нет может я в прошлый раз что это такое железное глеф одноручное оружие продаем слитки на крафт абсолютно нечего сплошные трупы можно вот сюда зайти кто это стоит янош небесный клинок здравствуйте кто с кем воюет то вообще а я понял опальные и этим и местные да не дайте этим сам перейти мост если не сломленные возьмут твердыню часовых раньше то я вас всех сволочи до крови плетями забью на глазах у великого генерала железный страж румалан кривит лицо и и поглаживает с поглаживает саднящее горло которым ей приходится изо всех сил рявкать приказы перекликаю свирепую бурю я не могу вернуться каш пока мы не возьмем твердыню часовых и от относится ко всем членам моего отряда мы не увидим железный очаг мы не увидим родину пока не выполним задание ну и я наш собственно из не сломленных собираетесь у этого говорящего железного столба взмахом оружия направляет не сломленных оплот прорвется крепости наших предков так ну я думаю что крепость будет моей я готов сразиться и с тобой и с опальными но оплот принадлежит не сломленным удачи вам эта битва превратилась в фарс пока вы любовнички выясняете отношения я подготовлю элитные войска у ветровой стены все планы говорит не будет такой трусихой ты бы сразилась со мной один на один а я а не убегала взмещенный начинает идти на вас он вдруг спохватывается я бы с удовольствием прикончила тебя лично но не буду рисковать нашими позициями из-за своей гордости мои опальные защищают стену на северо-востоке а передовой отряд патрулирует юго-запад все-все-все скрыла ну все открыла все рассказала что где кто делает я посчитаю тебя достойным противником только если сможешь их пройти понятно бсп привет как тебе работает это вообще так у нас целое пачище просто небесных клинков просто пачище и ну я просто в бой в бой а можно знаете грозу попробовать сделать она же контроля дает оглушение оглушение там все дела вместо грома так ты так ты так ты еще грозу потому что можешь работать ты так щиты повешены и хотелось бы конечно какого-то урона какого-нибудь урончика куда-нибудь как-нибудь давай так ок глаза пошло ослабление оглушение понеслась предлагаю бобром все-таки пробежать так ты вот так сделай пожалуйста а че бобер то не алло бобер взрывайся а а творится какая-то грязь юзающую обилку меча отталкиваем оглушаем пугаем всеми средствами в общем их дезориентируем наверное стоит уже стоит уже приниматься за кого-то конкретного например вот за этого упыря да концентрирую внимание на нем у у него все хорошо там защиты по воле почти 200 не нравится это ситуация да направо концентрируемся гроза еще пошла точнее от это от меча пошла тему и генщик пошел паралич сработал лучше какой-нибудь 42 ё-моё ол и в лап что я хотел хотел скорость касты ей увеличить и тоже та еще загадка можно сделать длительность воздействия на 20 процентов у меня воздействие параличи паралич у тебя точно есть оглушение в перспективе на гром давай на грозу и и и и ты типа от кастовалась да продолжаем они вот разбросаны это самая большая проблема сейчас вроде как убили убили давай так давай так давай так по двоим будем работать ау ешечкой не ау ешечка ау ешечка ой знамя оплота убейте его кто-нибудь блин успею они успели обойти его просто успели обойти декастовали сначала там после закончили прошлое заклинание и тут на половинке было и все равно успели тут хорошо бы дезориентировать их пока пацаны с правым сражаются и вперед этого ваншот так и так очень много контроля получается особенно с параличом очень много урона очень много всего если раньше бы я куда-нибудь отступил там их как-то выкачивал заморачивался в общем по поводу тактики это занимало бы такое же серьезное количество времени то сейчас справляемся и так как да и надо проверить же работает воспламенение в плане чистого урона давай-ка вот кажется наносят что 84 это да 84 чистого урона да работает еще одно заклинание добавлено примечание 0 2 румалан уверена что ее силы на северо-востоке и юго-западе от моста одержит верх уничтожьте их чтобы попробовать так северо-восток юго-запад хорошо без проблем не хочешь доспех железных ходоков очень серьезные резисты к колющему и ледяному и в принципе армор то неплохой хотя это легендарный с шипами армор 8 там 9 армор почему он говорит что у меня будет я не вижу тут вообще резистов к холоду почему к дробящему не будет меньше странно под лесом да я прошлый раз проходил по низу а сюда не заходил то есть это карта та же самая но но не то же самое не та же самая то есть я проходил вот так вот так вот поднимался наверх а вот эта вот штука была заблокирована то ли из-за перегороженного опа это что такое кожаный доспех искателей это может быть интересным потому что для магов у меня рубящий дробящий вот кажись вместо кожаного доспеха алого хора пойдет кастеру броня до рубящий дробящий отлично колющий колющий хорошим что он издалека ледяное отражение восстановление самое главное меняем ради восстановления ради скорости каст точно тупик то есть пробуем спуститься вниз чем причин падение сайта ну может сейчас дедос может быть нагрузка сверхвысокая в любом случае там разбираются товарищи я уверен в конференции и мы к этому сегодня днем готовились то есть ожидали что могут быть проблемы то что там реально нагрузка сумасшедшего просто так начну с паралича они друг с дружкой воюет хорошо это очень хорошо почему не поменяли местами танк у меня находится провал хоть парализовали людей ладно давай раз ты не можешь волну отчаяния пожалуйста можно попробовать электрошок потому что по всем попадет и пробежать вперед ну чтобы танк просто по крайней мере прав прошел свет таратуса взрыв для контроля ну теперь проще потому что еще один пошел оставшиеся двое ошеломлены оглушенные в общем у них проблемы двое молоду ручья которая душу он пытается кстати знамя опору не успевает этого сделать тут окаменение оглушение раз обновлять здесь 2 об бобер чуть-чуть поближе так чтобы иметь возможность сделать паралич поем хорошо спелл так так и так да изи получается то есть нет сражение которое представляло какую-то бы реальную там прям угрозу что типа ничего не сделать как же быть все раз-два интрига теряется то есть раньше была интрига что а вдруг сейчас бобер отдастся чтобы отдаться нужно очень сильно постараться я конечно старательный товарищ но но это не сомнение по поводу того что здесь можно что то есть что но но и и но и и и и и мне позвонят маловероятно что он понадобится в принципе что нет таких проблем технического плана сказал я могу справиться кто-то еще может так это первые типа погранку за град отряд группа войск ой тут еще копыта титана прикрит попадание дистанции упреждения на 2 секунды и плюс 2 к силе это одноручный причем еще оружие но это на урон получается у меня танка не нужно увы нужно другое и вторая группа но вообще внизу должно было быть не знаю почему так северо-восток и юго-запада юго-запад вниз вот сюда вот нужно соответственно идти вот так вот проходить 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 сюда идти явно они вперед планируется ли цельническая часть какая-нибудь оптимизация кода тонн как второй овнет фу нет то что код оптимизировать это как мы не знаем как как делается если вы специалист по программированию можно рисуете хорошо отправляйте резюме на майкер собаку гим . ру как раз новых специалистов мы всегда их ищем всегда всегда непрерывно просто расскажите как нужно там без без шуток на если толковый разработчик особенно 6 из ой там какая кучность ё-моё но они еще пока не на юж там прилично биты я пожалуй пойду туда всеми хорош вот так вот хочу вот так вот это раз беги не тормози это 2 и это три ой какая грязь тихо 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 раз просто смотрите на урон тут сразу минус 300 наверное 200 до 20 level скорость от заклинаний до каста ох что же я хотел то вторую защиту либо я хотел пойти в сторону стойки до какой-то кажется стойки ли числе не подвигов у меня вот если не подали так на кастовался 2 ауешку так чтобы побольше захватить еще закинули да это бобер отстрелялся еще у ешечку местом они уже бы хотим не все не все здоровые 1 минус 1 минус 2 еще электрошок бы сделал куда-нибудь сюда ну ладно давай-ка они ты же можешь вот так 4 как они разуплотняют как 5 так нужно сделать паралич на этого паралич на это и наверное вот так должно умереть раз пока там танк бился с одним этим нанося пассив урону маги разобрали человек 8 наверное в общей сложности врываясь абсолютно спокойно никаких проблем упланили хорошо поэтому попасть довольно сложно а готова это вторая группа которую надо было по квесту уничтожить и заодно посмотрим что здесь у них сапожки легкие бронзовые ерундовые конечно сапожки лут с них непосредственно бронзовый меч из оплота легкие легкие эти перчаточки кстати перчаточками а кажется нет вот до восстановление немножко по потерпит если я их надену но учитывая то что не перчатки общину левые пусть лучше отражением будет побольше так а здесь пройти никак не да и здесь вот в этот закуток я должен зайти как-то другому пути скорее всего да вот спуститься сверху же когда мы идем так а эту штуку не взял то что там согрелся сразу все две группировки выключены перебираемся сейчас спускаемся вниз в этот ров и идем сверху на дерзкую барышню и запад от опальных которая предложила сначала две эти группировки а потом если ты доберешься до меня вот тогда поговорим дождеваться доберусь конечно с такими-то магами шикарно шикарнейшими или ты меня типа встречаешь теперь здесь да я вижу добраться надо было снова туда пройти просто и все здесь не лизать это такая надо вернуться и вот сюда вот зайти ну возможно она скажет типа ну теперь будем с тобой сражаться или я смогу дострелить да катсцена пожалуйста ну что подруга ты ты их всех убил на противоположном конце моста появляется потрясенная румалан не знаю как тебя нашел тунан но ты не поборник не тот поборник порядка которого он себе представляет совсем не торт абсолютно вот так вот да 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 сразись со мной лейтенант я готов это безумие но я не из тех кто отказывается от вызова достойного противника она задумчиво кивает сама себе я опущу мост и встречусь с тобой на нем мы сразимся за твердыню часовых меньше пафоса родная давай-ка куда ты побежала о ценные вещи ценные ценные добавлены примечание уничтожили все силы вернитесь к мосту смотрите клюнули лоли ага понятненько клюнула опа не восприимчивость к отравлениями есть такой же амулет я подумал что может он выглядит одинаково но эффект другой будет у этого народу конечно здесь немеренно и румалан стоит ладно давай гений тактики опять возвращаются дратуйте дратуйте у что их тут шесть человек с героем что кастует еще ребята вы чего только один чародей решил выйти видимо ну удачи ребята работают проличи кидают все делаю как это еще один подходит ох ты ж ёжик все не так то просто оказывается ажиком потому что просто был бах это тоже подходи хватит туда нужно у ешечка уже кидать об 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 один уже почти заре хорош один можно даже танка убирать мне кажется слушайте если танка на мне или нет танку берем он поможет не только там он же и поет еще она же еще и поет понимаете это не просто так она их нам столько всего полезного делает точно стяпает стойкость скорость перемещения атаки ну из касты естественно сейчас подождем откатывается заклинание можно будет уже врываться уже честно 4 в 4 обертоп 3 уже да ладно что сегодня будет через десять минут мы с вами уже там от чайна ты стандарт шавы я предлагаю сдаться стоп во первых ты должна была проявиться первой подруга парализ парализ и давай лучше ты пролеза этого ты пролеза этого пока подними она неплохая такая и подняли так ты защита пожалуйста такой не очень не успел он прибежать просто вовремя давай оглушаем далее работаем работаем раз работаем два оглушение срабатывает у неё к могильному свету резистов нет поэтому о подтягиваются еще бобры что глушение сделал давай грозу запилим грозу ох там 90 40 30 50 50 60 такой залет ты качо боберт и грозу не решился делать я просил решить не мота вот это опасно присела подруга одна пошла гроза оглушение паралич о подождите а это свитератус я думал это гроза такой урон нанесла нет гроза не нанесла ничего серьезного она для другого делалось минус герой взрыв хаоса молчание ничего не сделать одной подругой но в остальном все очень хорошо конечно когда тех отпустят половинку только половинка работаем очень часто только сейчас прорвался попадаешь что что они местами поменялись эту подругу отпустила можно попробовать да ё-моё тут резист хороший не к могиле на свету так и паралич паралич последний остался и бедолага контроля массы и урона много это тонн азюка мэтта 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 кстати против тем более она ауешный что по некоторым просто не не проходят атаку те вероятность повышается наверное повышается да и то самое место куда из-за ветров не мог зайти все тут впервые встречали одного из сопротивления хитроумие сухой колодец заброшенный колодец с жжавым и воротами обходной путь придумать о клинок титана двуручное оружие власть 2 плюс 2 ксили продажа и еще трубчик ой 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 доспех под мастерия скованных горном да ну я не с тем сравниваю хотя все равно брони больше к огненному и к магическому урону сумасшедший резист возможно имеет смысл брать второй доспех с повышенными резистами к потому что магнию магии ловушку сразу нельзя так бежать даже с учетом того что у тебя все фуловые странно что иран не получил потому что это пропросил сразу же палец титана плюс один ксили а будет ли она приносить бонус если просто будет у меня лежать вторым оружием скажем так маловероятно конечно но хотелось бы проверить тем более можно спокойно заменить эту штуку так сила 10 а если выбирают оружие сила 9 не будет хорошо беру балову обер сказал что будет стримить варкрафт кстати согласился играть 4 4 сразу причем согласилась поэтому мы будем вчетвером играть на турнире 4 на 4 с хэппи с соколом я надеюсь так здесь я вроде все об облазил заходим дальше попробовать лучше вглядеться вихрь не этот нет воспользоваться инсигнии непоколебимости ветра ветровая стена расступается перед инсигнии непоколебимости поднятой в вашей руке пыль и мусор вихрятся вокруг образовавшиеся впереди кунаснообразные пустоты которая растягивается в туннель пригодного для дыхания воздуха кристаллы светят все ярче словно оживленные расступающимися оживленные расступающимися ветрами такое впечатление что артефакт раньше пребывал в подобии спячки а теперь проснулся и полон способностей готовы их к использованию соника берите нет тима если все будет ок это сокол обверх и ну и я как бы просто за орков буду играть чтобы хоть какие-то шансы у других были потому что наличие императора короче теперь в нашем владении это инсигния кто такие регент небесный клинок неужели через бурю кто-то идет небесный клинок регента подпрыгивает от нетерпения назовись захватчик мне для того так долго сидели в сердце буря чтобы стать рабами кайроса это это инсигния страж поражённо вскрикивает сюда идет кто-то с инсигнии регента она прищуривается чтобы рассмотреть вас сквозь бурю зачем ты пришел незнакомец хитро у меня 77 здравствуйте я друг стрейдуса и у меня сообщение предназначены только для его ушей он жив друг она почесывает затылок уверенно регент захочет увидеть любого кто смелится просмелился пройти сквозь бурю рать только ради него похоже сообщение очень важно накивает ворота прямо впереди поговорить со стражей со стражем насчет встречи о можно я вас еще лут возьму как бы спасибо ловушка капец не предупредили о ловушках то гады ой регент небесный клинок незнакомец и они тебя пропустили разведчица с ними ой ну такой у нее голос просто с неуверенным выражением на лице хватается за оружие не знаю какое колдовство проделала проход через бурю но крепость регента закрыта для чужаков молча посмотреть ты сюда пришел чтобы на меня просто смотреть небесный клинок поднимает оружие хватит на меня смотреть прекрати прекрати начинает передвигаться на дрожащих ногах из-за опускной решетки гримит голос опустить оружие поднять решетку я поговорю с нашим гостем регент местный клинок он оглядывается через плечо и хмурится что ж подойди поближе представься просто веди себя почтительно и проблем у тебя не будет вот такой вот у него голос у девочки бывает поверну ответь ты будешь стримить себе контент а как не стримит и если я буду играть то естественно буду стримить бывший правитель оплота смотрит на вас со смесью настороженности и удивление его взгляд задерживается на инсигне непоколебимости тогда понятно как тебе удалось пройти через ветра но зачем ты пришел думали для того чтобы вызволить врага он щурится долгая изоляция наложил отпечаток это кто у нас хор это новая сила регента оплота у нас не вообще никаких отношений нет посмотреть что дает вообще регент оплота думаю я могу узнать вершителя судеб поэтому логично что владеешь колодцем ведриенов гениально сам догадался ты хоть понимаешь что мой голос может теперь не восстановиться после всей этой пыли может меня пожалеешь так мы выживаем в тюрьме владыки уже больше года я все еще жив а потому и рот регентов тоже даже опальные не смогли пробить ветровую защиту кайроса когда и дикт обрушился нам на голову хотя не понимаю как это получилось у тебя в его взгляде появляется тень безысходности ты же проделал весь этот путь не для того чтобы передать условия сдачи я пришел ради чистых небес но похоже меня ввели в заблуждение чистые небеса но мы он останавливается останавливать себя и сердито смотрит на вас боюсь я не оценю свой юмор виши вершитель судеб мы видели слишком много смертей с тех пор как силы кайроса пошли на юг эти ветра постоянно напоминают нам о всем том что мы потеряли над оплатом не будет чистых небес пока бьется мое сердце я знаю о своей роли во всем этом и дикт может закончить только кровь последнего регента как постановил кайрос должен тебя предупредить не того так так долго выживал чтобы я подрезал прихвостень кайроса я пережил войну самоубийственный поход опальных и долгое одиночество в сердце буря легко я не сдамся может быть стоит хоть с ним доладить машине а то у меня все всех убиваем миша весь эпик окончания стрим марафона уже 11 часов так ребят все давайте переключимся и перейдем к стрим марафону будем слушать смотреть что происходит вообще на гг любопытно же стоп запись тринадцатая часть он камень может вы mistake три .